У кого вы найдете? 25 мировых рекордов. Какое на вас впечатление произвел Путин? Ярослав опасный мужичок. Тебе надо брать интервью Николая. Валуева? Дяну, чтобы я в доме сказал. Пойдемте путешествовать. Может быть лучше было бы? Ярослав? Я же не дурачок. По полгода в океане, наблюдая за звездами, как летит альбатрос. Есть мем? Что дома делать? Никогда я так не говорю. Ты должен всегда думать про Эверест. Не можешь идти, лежи в сторону Эвереста. Куда лез этот путешественничок? Зачем нам миллиардеры нужны? Все говорят, нам интересно, нам жалко. Я лучше поеду с женой на Шейшелым отдыхну. А зачем это надо? Мы лучше будем девочек катать. Ну, раз и Коля валял, придете поддержите. У него побольше, чем 15 миллионов. Коля, давай, дурака не валяй. А если я ел Германа Сирина, эти хлебы, я бы уже давно умер. Он говорит, я Бондаричук, знаю, как снимать, ты вмешивайся, все. Я так тебя вижу. Он даже сценарий не показал мне. На горах зарабатывать нельзя. Я мечтаю, чтобы русский погрузился в Марианскую падину. Сейчас китайцы втроем погрузились. А мы нет. А почему? Потому что ваша программа слабоватая. Федор Филиппович, ну мы сейчас все исправим. Там дурочки посмотрите ваши, а вы, как сейчас, как сейчас называете? Подписчики. Как? Подписчики. Подписчики, какие-то башни дурочки. Нефарбсы. Привет, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Это Нефарбсы. Сегодня хочется поговорить с человеком, который умеет отлично ориентироваться в неопределенности. Он не из бизнеса, совсем нет, но я думаю, сложных, непредсказуемых ситуаций и риска у него было больше, чем у любого миллиардера из списка Форбс. Мы приехали в деревню к легендарному путешественнику Федору Конюхову. Федор Конюхов – путешественник, писатель, художник и священник. Человек, который не раз попадал в книгу рекордов Гиннесса. В его жизни было просто запредельное количество приключений. Прекрести. День и ночь. Все. Он совершил кругосветный полет на воздушном шаре. В одиночку осилил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. Трудно поверить, Федор пересек ее на весельной лодке. Конюхов – первый в мире человек, достигший пяти полюсов нашей планеты. Северный, географический, южный, географический полюс относителей недоступности, Эверест и мыс Горн. У Конюхова есть своя творческая мастерская в Москве, при которой в 2004 году он построил часовню в памяти погибших моряках и путешественниках. Но и это еще не все. У Федора есть своя деревня, представляете, названная в его честь. Расположена она в живописном местечке неподалеку от Тарусы. Федор и в свои 70 лет не сдает позиции. Он продолжает путешествовать и ставить рекорды. Недавно, например, он преодолел более 600 километров совместно с мастером спорта международного класса, пилотом, инструктором Игорем Потапкиным по воздуху на мотопараплане без единой посадки. А теперь они держат путь в Арктику, будут ставить новые рекорды уже там. Про Федора сейчас снимают игровой фильм. Главную роль в нем сыграет Федор Бондарчук. 54 дня, 13 часов и 37 минут. Позади 11 тысяч километров. Это абсолютный рекорд. Ранее никому не удавалось пройти Южный Тихий океан и обогнуть мыс-гор на весельной лодке. Я не могу бесконечно перечислять невероятные приключения и достижения Федора Конюхова. Но куда интереснее, о них расскажет он сам и его сын Оскар Конюхов и поделится с нами подробностями бизнес, составляющий путешествий Федора Конюхова. Пойдемте знакомиться. Не форцы. А много ли вы знаете ныне живущих людей, в честь которых назван населенный пункт? У Федора Конюхова есть своя деревня в Калужской области. Названная именно так. Деревня Федора Конюхова. Мы впервые у вас в деревне. Расскажите вообще, как она появилась, деревня вашего имени? Прямо в Яндексе ее найти сейчас можно. Да нет, ну она не появилась, просто у меня много друзей. И я дом для друзей построил, потом обители путешественников. А школу путешественников в тот мир. Друзей всего много, много. Но Федора, деревню, здесь у нас сейчас, в моих друзей живет 100 дворов, 100 семей. А будет где-то 360. А вы сами можете на месте усидеть, на одном месте пожить? Ну почему? В своей деревне, как барин. А я живу, я живу. Вы здесь живете? Дом для друзей. На котором написано, Федор, помни о своих грехах, это ваш дом? Да, да, да. А что значит эта надпись? А в тебе все грехов нет? Есть грехи, но вот почему ее надо на дом вешать? Потому что я выхожу и сразу вижу свои грехи, тогда ты с тобой хорошо общаешься. А так я выхожу и думаю уже о людях плохо, а так я не думаю. Мы снимали этот выпуск на летнем фестивале в деревне Федора Конюхова, куда люди со всей страны приезжают к Федору за благословением. Улицы здесь названы именами великих путешественников, таких как Колумб и Крузенштерн. Интервью мы писали в мастерской, где Федор пишет свои картины. Я читал одно из ваших интервью, где вы прямо рассказываете, на что можно найти деньги. Вы говорили, что вот побить американский рекорд, на это могут дать хорошую сумму, например. Ну, это если есть люди, которые, можно сказать, патриоты нашей страны, но есть такие люди, которые нету патриотов. Мы же сейчас, да, я же сейчас не достроили, мой самолет вокруг света без остановки хотел. Швейцарец облетел с 19 остановок на солнечных батареях, а мы и технологии у нас здесь для того, чтобы сделать без остановки. Ну, не нашлись таких патриотов, кто бы поддержал нас. Ну, и также вы рекламируете, да, в своих турах что-нибудь? Вот, например, у вас была лодка с солнечными батареями? Да, ну, смотри, экспедиция, или реклама должна тех или иных товаров, или там спортивная, там, пускай, ну, рекорды спортивные. Или там гонки, ну, спортивные. Или научные. Вот сейчас в Антаркиду наука везде, в моих экспедициях везде присутствует наука. Но только за счет науки ты не можешь сделать всю экспедицию. Вот сейчас в Антаркиду, чтобы сделать полярные станции, пускай, ну, сейчас нужно там 3 миллиона рублей. Ну, поехать на разведку, там, где, ну, это же далеко, там, такой билет, только переезды, только выгрузки, корабль. А ученые, они даже не могут и полмиллиона дать рублей. А научные программы есть, мы ищем этот, как раз, микропластик в Антаркеде. Ученые хотят, но у них нет денег. Значит, что надо находить? Другие. Инвесторов. Инвесторов. Я же занимаюсь очистить планету нашу от полиэтилена. Вот здесь мы, когда пьем, мы всегда употребляем немножко пластика. Я же на Новый год был в Антаркиду, где мы полярную станцию будем встать. И сейчас я уеду на Новый год на полярную станцию на 3 месяца, да. А нам надо было проверить, есть ли в Антаркеде пластик. А сейчас идет о микропластике. За эти годы, за 20-30 лет пластик волнами стирается, за счет ультрафиолета разлагается, ну, и бляшки такие, ну, превращается в пыль. А куда она девается? Она же никуда не ест. Рыбы поглощают, а рыбы едят человек или пингвины. А мы приехали в Антаркиду, я приехал там на 2 недели. А что я могу взять за 2 недели там? И мы взяли и собрали этот помет этих пингвинов. А они то живут там, да, они живут там, они же пьют воду, кушают эту рыбу, соответственно, и в них накапливается по знакам. И мы забрали, а, конечно, помет такой у них рыбой пахнет сильно. И я привез, да, ну, в лабораторию, соответственно. И что в Антарктиде уже есть микропластик, потому что он распределится по всему земному шару. Так что... Идеи, что делать с этим? Ну, вот так идеи сейчас, этой уже идеи нет, надо нам... Видите, вот вы правильно говорите, достижение человека, это же очень хорошее достижение, пускай человечество, моего поколения, я когда родился, еще не было пластика, да, моего поколения. Смотри, мы научились его делать, но не научились утилизировать. Прежде чем придумать пластик, нужно было придумать, как его утилизировать. Так же? Понимаете? Или что-то туда добавлять, чтобы он там, ну, по-другому вел себя. Понимаете? Видите, есть достижения, но без пластика сейчас нам сложно обойтись. И говорят, вот раньше было. Так раньше людей было мало. Если мы сейчас будем один раз в месяц, как раньше, мы все вши были, чесотки росли, дети мало жили, люди мало жили, мы же сейчас больше стали жить. Благодаря технологии. Мы сейчас намного... Сейчас вот там уже вы пойдете, хлеб этот делаете по древней традиции. Стерлигов. Этот хлеб такой невкусный. Ну, давай так, 200-300 лет или там 100 лет назад, но они не могли молоть так, правильно? Я не делали, но это не значит, что... Мне, говорит, он кол в горле встал и все. Зачем это? Вот он, говорит, как раньше, там молить вручную. Ну, что вы дороговыляете? Зачем? Ну, раньше, ну, раньше. Раньше я шел, коров пас, после дождя ложусь, копыта, это вот, и лужа течет, и я пью. Ну, это было в 60-х годах, ну, 61-й там и все. И тогда уже в 60-х говорят, что придет время, когда воду будут покупать. Воду будут люди покупать. А я говорю, да что мы, дурачки, будем воду, он, возьми, пей и все. А сейчас не пьем. То самое, как и кислород. Я в Японии был. Там же уже продается, ну, обычная вода, как бутылка, эти болочки, ну, болочки металлические такие, пену. И в гостинице ты покупаешь этот загубник, ты 3 доллара. И это я, причем лечит пальцы, раз кислородиком подышал, потому что там загазованность такая, то все, тебе, ну, такой еще, значит, приятненько все. Подышал кислородиком и все. Не, надо же сегодняшним днем жить, ну, что ж вы тянете. Вот прошлом, прошлом, люди умирали в 35 лет, а сейчас живут до 100 лет, до 90 лет. Понимаете, я, он, пенсионер, уже 20 лет, а я еще работаю. Понимаете, как же я буду, а тебе я ел Германа Сирина, эти хлебы, я бы уже давно умер. Умер бы и все. Не фарсы. Вы в 15 лет сделали такой дерзкий поступок, разобрали на доске какую-то постройку. Коронник, коронник. И уплыли на целую неделю в Азовское море. Ну, это я разобрал, я построил весенную лодку, чертежи в библиотеке взял, ну, такие теоретические, да. И строил весенную лодку, чтобы переплыть через Азовское море, а папа, ну, папа же рыбак у меня, взял и топором порубил. Я обиделся на него. И тогда я украл его, а не на средне-черноморских сейнерах, там, Тузик, ну, маленькая лодочка. Видите, я сплю в этом, в лодке. Там лодка вот эта, Финн, еще советский. Я украл и пошел. То, что я построил, папа, мог быть, и хорошо, что разбил. И на себя вот оно. Не, ну, я целую неделю только ушел в одну сторону. И потом еще, там, я около двух недель тащил назад вдоль побережья, да. Полмесяца у вас не было дома. Вот как вы думаете, если бы вы тогда были таким послушным ребенком и не сделали бы этого, да, у вас вся жизнь по-другому бы сложилась? Нет, я же не думал, жизнь по-другому. Просто у меня в роду все рыбаки, моряки и священники. Просто тогда стал вопрос, или я пойду на художника учиться, или в мореходку пойду. И папа говорит, чтобы я в мореходку пошел, а мама, чтобы я пошел на художника. Ну, а я уже думал о священничестве. И тогда я принял решение, что если я переплыл в Азовскую море, если я испугаюсь, ну, море, гребли, там, ночь, все, то я пойду на художника учиться. А если не испугаюсь, пойду в мореходку. Ну, и пошел в мореходное училище. Но это дерзкое было такое поступок? Ну, я бы сейчас не одобрил, если бы мой сын или внук это сделал, я бы точно, как бы, я бы не хотел. Это немножко так, ну, хорошо, что я живой осталась, а мог бы и погибнуть. Вот если бы Оскар так пошел, вы бы его... Ну, я бы расстроился и ругал бы, ругал бы. А как вы его воспитывали? Ну, я вот мало его воспитывали. Как вас воспитывали? Нет, ну, я считал, что у вас было сровое воспитание. Знаете, что такое воспитание? Надо воспитывать детей. А я говорю, а ты воспитан? У меня друг, там, чем находки был, прихожу, он суббота-воскресенье, ну, он работал там на заводе. Правильно, хорошо работает, там, стоит, конечно, встает. Ну, он сидит, дома лежит на диване, смотрит телевизор, пьет пиво. А сыну своему говорит, ты не пей, курить, прямо в комнате кури. Ну, так, просто сказать, курили все. И ты не кури, не пей. Понимаете, он воспитывает, чтобы сын не курил. А сам курить и пьет. Ну, пиво хотя бы даже. Разве это воспитание? 70 лет я за свою жизнь скажу точно. И, говорится, я как православный не могу там кляться, как сказать. Да, да, нет, нет. У нас же запрещается это делать, да. Поэтому я ни разу не был пьяным за всю свою жизнь. Я ни разу не курил, вообще не курил. Ни разу, чтобы там сигарету взять. Ну, у меня грехов-то достаточно. Ну, а, говорится, а то сам курить, а ребенка, говорит, не кури. И там сам выпивать, а ребенка не это. Самому жить так, как бы ты хотел, чтобы твой сын вел себя. Оскар, ты все время говоришь, чтобы я снимал. А что тут снимать? И все время так вот. Все время качать, все время сыро. Что снимать? Для того, чтобы познакомиться со старшим сыном Федора, Оскаром, переместимся в самый центр Москвы, в штаб Конюхова. Расскажите, где мы сейчас находимся? Что это? Мы находимся в мастерской Федора Конюхова. Здесь у нас в Москве, на Павелецкой, за Москворечью. Это и мастерская, и музей, и выставочный зал, и его библиотека здесь. То есть это такой комплекс всеобъемлющий. Это ваш офис, если так вот в кавычки взять? Можно и так сказать. Мы это называем экспедиционный штаб Федора Конюхова. Здесь рождаются все экспедиции Федора последние 25 лет. Сколько человек задействовано в этом процессе? Как у вас организована эта работа? Вот вы, как я понимаю, и главный менеджер всех этих проектов сейчас, чтобы все было безопасно, организовано. Ну, я как руководитель штаба экспедиционного отвечаю за все процессы. А дальше мы привлекаем специалистов на разные направления. В зависимости от экспедиции, в зависимости от программы, это может быть специалист по погоде в Арктике, да, метеоролог, или по погоде, допустим, где-нибудь в Австралии, когда мы летим на воздушном шаре. Специалисты по материальной части, специалисты по экипировке, потому что переход на весельной лодке, вот за нашей спиной весельная лодка, на которой Федор пересекал Тихий океан от Чили до Австралии, 160 дней прожил в этой лодке. Вот в этой лодке прожил 160 дней? Да, это первый в истории человечества успешный переход от континента до континента через Южный Тихий океан. 2013-2014 год. Соответственно, здесь команда специалистов была одна. Полет сейчас вот на Северный полюс – это другая команда, потому что это разные условия, разная география, разные, скажем так, сезоны, ну и разным отчасти. Полет – это одна вещь, воздушный шар – другая вещь, лодка третья. Вот там, если посмотреть, здесь стоит гондола с воздушным шаром Мортон, на котором Федор облетел вокруг света за 11 дней. Шар – высотой с 20-этажный дом, самый большой в мире. Гондолу мотала на стропах. Одна из пяти горелок вышла из строя. Клапан стравливания давления на баллоне с кислородом тоже отказал. Фактически он мне сказал, что да, я в этот раз, скорее всего, уже не вернусь на Землю. Температура внутри гондолы падала до минус 40. Ветер едва не унес Кунюхова в Антарктиду. Кругосветное путешествие длилось 11 дней и 6 часов. Протяженность полета – 35 тысяч километров. В ходе экспедиции Федор Конюхов установил 4 мировых рекорда. На сегодняшний день это единственный одиночный перелет на воздушном шаре вокруг Земли, успешный с первого раза. Там другая была команда специалистов. То есть, в принципе, костяк – это я и еще несколько человек, моих коллег, а дальше мы привлекаем специалистов по направлениям и по тем задачам, которые стоят перед проектом. Мы сейчас здесь находимся в Замоскворечии. Здесь здание бывшего конного извоза, еще дореволюционное. Потом это были мастерские художников, но и с 2002 года это мастерская художника Федора Конюхова. А так как он еще и священник, соответственно, он построил одну часовню из красного кирпича, потом вот эту белую часовню. Поэтому, когда к Федору приходят молодые путешественники, настроенные так, не очень серьезно, а цели ставят серьезные. Федор им показывает эти имена. Тут, видите, люди не вернулись с Эвереста, с Ка-2, каких-то там восьмитычников из океана. Поэтому природа, горы, океан ошибок не прощает. Вот хотелось бы, чтобы ваших имен здесь на стенах этой часовни не было. Оскар, ты выбирал вообще свою жизнь сам? Или у тебя это было предречено работать с отцом, путешествовать? Сколько лет ты с ним в лодке, как он говорит? Ну, тут сложно сказать, потому что человек предполагает, да, жизнь располагает. То есть я учился в Москве, в РГГУ, на экономическом факультете. И в 98-м году отец покупал яхту для своей третьей кругосветки. И сказал, слушай, мне нужен менеджер, кто поедет со мной во Францию, и переводчик, и, в принципе, финансист, который поможет договор составить, посмотреть, чтобы все было там правильно. Ты же там что-то изучаешь экономику, да? Я говорю, да, изучаю. Ну, вот и поехали. У тебя же международная экономика? Я говорю, международная. Он говорит, ну, вот, как ты считаешь, покупка яхты во Франции – это международное отношение? Я говорю, ну, вроде как, да. Вот, говорит, поехали, проверим, чего вас там учат в университетах. Ну, и, соответственно, мы с ним поехали во Францию, выбрали яхту, сделали покупку. Яхта БУ, бывшее употребление, соответственно, нужны новые веревки, новые паруса, надо покрасить корпус, надо отремонтировать двигатель, там балластная система не работала. В общем, возник сразу спектр вот таких вот там позиций, которые нужно привести в порядок. Все это на меня легло. Дальше я полетел в Америку его встречать. Оттуда гонка стартовала на Кейптаун, из Кейптауна на Новую Зеландию, потом через Месгорн на Уругвай и обратно в Америку. То есть все эти этапы я посетил как менеджер. Ну, и, соответственно, уже погрузился в историю большого паруса, как говорится, с головой. И после этого уже пошел с ним в Трансатлантику, и после этого 7 раз ходил через Атлантический океан под парусом. Потом ходил с ним от Кейптауна до Австралии через Индийский океан, от Новозеландии до Месгорн. Потому что, ну, я считал, что если ты занимаешься организацией парусных экспедиций и кругосветок под парусом, ты должен тему знать эту изнутри. И просто там находиться в офисе и заказывать материалы и оборудование – это неправильно. Надо знать предмет изнутри. Потому что, когда он тебе звонит из океана, говорит, у меня там что-то оторвалось, да, там, или лебедка не работает, или там веревки перетерлись. Ты уже понимаешь, о чем идет речь, о каких лебедках и о каких веревках, да, и как к этому относиться. То есть это было такое, ну, обоюдное какое-то соглашение, не так, что ты был там с детства, вот… Нет, 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 отец на самом деле. То есть, ну, конечно, я там обращал на него, учился на его примере. То есть, там, его целеустремленность, это, конечно, там, меня поражало с детства. Я помню, что, когда он готовился к Эвересту, в 82-м году его не взяли тогда на Эверест, но он даже кровать разворачивал в сторону Эвереста и говорил, что ты должен всегда думать про Эверест. Не можешь идти, лежи в сторону Эвереста. То есть, засыпал человек и говорил, я сплю в сторону Эвереста. Я это запомнил. У него в наушниках была записана одна фраза – я дойду до полюса. Это он шел к Северному полюсу в 90-м году. И вот, когда он бегал по пляжу, а мы сами там из находки, с Приморского края, бегал по пляжу весной, летом, осенью, зимой, тренировался. И вот у него в ушах все время эта мысль была – я дойду до полюса. Я говорю, а почему ты так делаешь? Он говорит, когда мне будет очень тяжело, я упаду там в трещину, значит, провалюсь. Вот эта мысль, что я дойду до полюса, она мне не даст сдаться. То есть, она мне не даст отступить назад. Поэтому, говорит, я вот тебе на подсознании забиваю вот такую мысль в голову. Вот это я тоже запомнил, будучи пацаном, что вот как надо готовиться к каким-то серьезным проектам. Не парцы. Вы с сыном Оскаром как партнеры, получается? Ну, у меня с малого детства я на яхтах, и он возле меня. Я это все время возле меня, возле меня. Ну, да, как партнер. Он всеми вашими делами вот организацией занимается вам? Он в основном яхтами таким вот, пускай там на верблюдах, он этого, в Африку ему этого не особенно. Есть где он возглавляет команду, а где-то другие возглавляют. А вот спонсоров под проекты это он ищет? Ну, если то, что сказать, больше я ищу, а он ведет переговоры. Это очень важно, уметь вести еще переговоры. Виктор Виксельберг, Левшиц, Михаил, я знаю, вам помогают. Ну, вот помогали, помогали, но сейчас вот с этими солнечными батареями, ну, вот они бы смогли сделать сейчас самолет. И мы в составе, у нас все есть, в России все есть технологии, чтобы создать электрические самолеты и облететь вокруг света. Но только что плохо, что в нашей России, почему мы начинали строить в Германии, а сейчас, соответственно, мы не можем, в России сразу выставляют счет в 3-4 раза дороже. Чтобы сделать что-то в России, эта сумма вот такая, за рубежом... То есть в Европе дешевле, чем в России? Намного. Нету в мире дороже, чем в России. Батискаф, мы в Австралии, отпуском в Австралии, они брались, у них же за 14 миллионов долларов построить. В России 70 миллионов. Ничего себе! В немцы брались нам и уже начали мы строить самолеты для полета вокруг света без остановок за 7 миллионов евро. В нашей стране выставили 35 миллионов евро. Ну, что еще могу привезти? Вечерную лодку мы строили в Англии, она обошлась, ну, примерно обошлась 150 тысяч евро. В нашей стране 300 по 400 тысяч евро в нашей стране. Потом, если англичане строят за 9 месяцев, наши вот это за 3 года, они специально расставили. Если вот это 14 миллионов долларов австралийцы, они хотели, батискал, построить нам за 2 года, наши за 70 миллионов сказали, что будем строить 6-8 лет. А почему так происходит? Ну, потому что, вот так вот, вот такие мы, у нас еще раз, нету патриотизма, нету амбиции, нету тщеславия свою, нету. Я думал, детали, потому что импортируют, раздамаживают, не из-за этого. Наоборот, вот, и тоже батискал, это все сделано, у нас все есть технологии. То есть, все российское, амбрикан, вот даже, давайте так, мы тоже батискал, титана, надо вывезти было бы с Россией, они бы с Россией. Но купить и вывезти в Австралию, это дешевле, чем построить у нас, нашего же Титана, знаете. Так что это, ну, у нас, вот и почему, я этим, скажу, не горжусь, не очень доволен, не очень доволен и не горжусь. А я бы хотел, чтобы все-таки мы смогли построить самолет, пускай у нас. Но если мы начнем строить у нас самолет, есть опасность, есть опасность такая, что это долго будет строить. Вот сейчас, если строить, ну, это, думаю, лет пять будет строить, этого не меньше. Потом я уже, можно сказать, древним буду, да. Потом обойдется очень дорого, потом его не смогут у нас зарегистрировать и выпустить. Мы же сам, это, можно сказать, наша промышленность не сделает сертификат, не дадут, ну, документы не выдадут и все. И мы будем еще, бюрократические машины будем очень долго ломать, на это и уйдет вся жизнь. Потом получить разрешение у нас очень сложное. Почему я летел вокруг света, чтобы я не хотел вылететь с России, полететь вокруг света и приземлиться в России. Здесь не выпустили бы так просто. В Австралию приехали, никто тебя не спрашивает, ничего. Таможня у нас суровая. Ну, там небо, открытие. В Австралии, я же сдавал экзамены на диспетчер в Австралии. Там очень все красиво ко мне подошли. Я пролетаю, где связываюсь с австралицем. А, все, диспетчер, Федор летит, мы тебе открываем небо, даже не задумывайся. Подлетай к Новозеланде, а, Федор летит, открываем ему небо. Подлежали, чили, чилийцы, бразильцы, аргентийцы. Очень хорошо. Пропускаете все. У нас пролететь через нашу страну, даже взлететь пускай. С Подмосквы долететь до Владивостока, это практически невозможно. Это надо от всех инстанций, ФСБ, разрешение. Это посидеешь, постареешь. Представляете, вылететь с Москвы, пускай подняться и лететь на 10 тысячах до Владивостока. Та вы что? Это считай, что нет. Жизнь надо на это потратить. Не форсы. Одним из тех, кто активно поддерживает путешествия и экспедиции Федора Конюхова, является Михаил Лившиц. Он сам путешественник, бизнесмен, промышленник и машиностроитель. Председатель совета директоров АОРОТЕК. Они строят сложные инфраструктурные объекты, делают турбины и много чего еще высокотехнологичного. Также Лившиц входит в совет директоров компании Хэвелл. Это крупнейшая в России компания в области солнечной энергетики. Помимо прочего, Хэвелл оборудовали лодку Федора Конюхова с солнечными батареями для его кругосветного плавания. Но зачем это нужно крупному бизнесу? Почему вам интересны путешествия Федора Конюхова? Потому что, во-первых, я люблю путешествовать, и сам в этом был замечен. Во-вторых, я очень не чушь техническим видом спорта, в том числе и имеющим отношение к путешествиям. И, в-третьих, потому что мы дружим с Федором Филипповичем. Компания РОТЕК активно взаимодействует с Федором Конюховым уже на протяжении, по-моему, семи лет? Компания не только РОТЕК, потому что у нас больше, чем одна компания. И весь бизнес, который мы делаем, он находится в зоне, есть такое немножко опошенное слово, инновационном. И изделия, которые мы делаем, они тоже инновационные. Все, что делает Федор, делается на грани возможностей, делается впервые. И тоже в известной степени является инновацией. Когда мы делаем наши непростые штуки, всякие технические, мы их испытываем. Можно до бесконечности испытывать что-нибудь в climate box. Можно до бесконечности испытывать что-нибудь на вибрации и физическое усилие. Можно оснастить судно, которое идет через океан, и провести натурные испытания, по сравнению с которыми ни одни стендовые даже рядом не стоят. И для нас это в известной степени возможность испытывать то, что мы делаем в настоящих боевых условиях. Кроме того, что мы делаем на стендах. То есть это как некий полигон, самый экстремальный условий. Из полигона в данном, в этой ипостаси Федор выступает как испытатель. И то, что мы сделали с Федором, это то, что наши модули прошли испытания такой жуткой силы, которую на стендах мы даже придумать не могли. И то, что они в конце концов начали разрушаться в районе мыса Горн, когда лодку начало скручивать, и когда вот эта вот ритмика, волн, она была просто запредельная. Мы даже такие вещи не воспроизводили у себя некогда в лабораторных условиях. Это позволило нам, во-первых, убедиться в том, что с точки зрения характеристик мы находимся в мировом топе. А вот с точки зрения выносливости изделия, технической выносливости, там есть над чем работать. И мы это учли, и доделали, и переделали. И то, что у нас сейчас стоит на катамаране, оно уже сделано с учетом того, с тех результатов, которые мы получили после лодки. Сын Федора, Оскар, говорил, что до того, как началось сотрудничество с вашей компанией, и с вами, у Конюхова из русского был только паспорт. А сейчас часть комплектующих из нашей страны. Можете объяснить, с чем это связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что деятельность Федора, она всегда была наднациональна. Кроме того, что он всегда представлял страну сам, вот эта соревновательность, вот этот дух, вот сами зачеты, так скажем, они делались не Россией, они всегда международные. Соответственно, для того, если ты хочешь сделать международный рекорд, то ты должен использовать инструмент соответствующий. И есть вещи, которые у нас делались в стране, в которых есть школы, а есть то, что не делалось. И очень наглядный пример тому, это есть тема летательных аппаратов, она мне ближе. Если говорить про хай-перформанс, вот на дальние действия, вот аппарат с малой тягой, то есть планер, по большому счету, то вся школа, которая была в Советском Союзе, она была в Прибалтике. Планера делались в Литве. Мастера, которые их делали, люди, которые помнят это делать, они тоже там. Что они делали в Польше? Что они делали в Чехии? Это в рамках СЭЛа, Союза экономической взаимопомощи. Соответственно, если мы хотим сделать что-то лучшее, мы должны выбирать мастеров лучших. Точно так же, как для лодок, которые Федор использовал в своих путешествиях, для яхт, ну, есть верфи, которые их делают, рекордные имена, и они исторически находились вне России. То, что мы привнесли, это то, что да, можно использовать лучших там, но нужно пытаться использовать лучших здесь. Поэтому вот в тех новых проектах, которые есть, используются наши новые материалы. Не наши, я имею в виду, как компании, а российские. И здесь Юматекс сделал, так сказать, вот весь композит для катамарана, как, например. То, что делаем мы, мы делаем одни из лучших в мире фотоэлектрических преобразователей, делает компания Хэвилл, наша, так скажем, родственная. И вот все обеспечение энергетикой, оно идет от них. А РНД-центр находится в Питере, то есть это не серийные изделия, это наши ученые, которые борются за каждую долю процента эффективности. И нам приходится бороться за каждую грамм веса изделия, что касается лодки, что касается самолета, это не важно, но все рекорды, они подразумевают очень жестким, вот этот вот массогабаритный весовой баланс. Очень жесткий энергетический баланс. Соответственно, нам нужно считать каждый грамм, каждый ватт-час. А есть в мире какие-нибудь страны, которые целиком могут произвести от винтика до крыла полностью современный самолет, планер, например? Планер маленький. Высокотерк, ну для рекорда, я имею в виду, именно. Все равно будет электроника, которая делается в известных странах. Все равно будет механика, подшипники какие-то, направляющие, которые... То есть, я так скажу, что страны, которые в состоянии произвести от металла до результата, так сказать, гражданский самолет, сегодня не существует. Устремление к локализации, оно есть везде. Все пересматривается, все так или иначе циклично. Но вот по состоянию на сегодня, уже состоявшееся за 20 век вот это вот международное распределение труда, пока никто не отменял. Насколько я понимаю, вы очень лично сопереживаете Федору, и здесь мы находимся в офисе. С одной стороны. Выше ваша. В протеке, а с другой стороны будет экспедиционный штаб. А здесь еще один, да, экспедиционный штаб. И прямо здесь вы с Оскаром смотрели за розы ветров, когда Федор здесь... Мне не открою страшную тайну, так сказать, вот вся навигационная информация с лодки была еще и у меня на компьютере, то есть мне не обязательно надо было сюда ходить. Какие вы проекты вместе делали? Это лодка, и вы делали самолет, насколько я понимаю. Мы компания производственная, так сказать, есть компания, есть я. То, что касается меня, моего участия, оно тоже, так сказать, в двух ипостасях. Одну, на самом деле, мы поддерживаем как бизнес, с другой стороны, я как конструктор участвую в тех упражнениях, проектах, которые мы делаем. В том числе, там, мои патенты применены и в лодке, и в катамаране, в пока еще не состоявшемся вот проекте самолета. Не форцы. Кто еще из российских миллиардеров вам помогал? Абрамович, Касперский, не знаю. Абрамович, ни разу, и Касперский даже не был. Усманов, Галиский. Я никогда. Потанин, может быть? Никогда. Я скажу, у меня, наоборот, больше, а зачем миллиардеры нужны, и зачем? Они в таких высотах, что им это совсем далекие. Есть люди, которые и не миллионеры, а помогают. Ну, разве вот там много, вот сейчас мы хотим, вот даже сейчас. Мне волнует, и сильно. Вон, вчера вот приедет ко мне Ваня, менял, это мой учитель, и хороший воздухоплавный, один из лучших, и президент федерации воздухоплавания России. Катает девочек, катает мальчика, катает там старушек, 4 тысячи рублей зарабатывает. Ага, это сильно. А я хочу, ну, вместе с Ваней, хочу побить рекорд сейчас уже у нас стоит рекорд, ну, возле тысячи, кажется, третьего года, сколько уже, 20 лет. Это японец пролетел на тепловом шаре, пролетел 3,5 тысячи километров. Он погиб уже, японец, а мы не можем сделать. А все технологии у нас, у нас мы можем этот шар построить, у нас есть технологии, есть компании, которые строят эти. у нас все есть, у нас расстояние большое, соответственно, мы запросто побьем. А нету, кто поддержит. А чтобы построить такой шар, и запустить его, и пролететь, надо 15 миллионов рублей. 15 миллионов. Но ни один не находится. Все говорят, нам интересно, нам жалко, я лучше поеду с женой там на Шейшелы, отдыхну, ну, разве Коля Валуев, придете поддержить. У него побольше, чем 15 миллионов. Ну, приходил ко мне депутат, говорит, Федя, я бы тебя запросто поддержал. Ну, я же знаю, все депутаты имеют суммы, но, говорит, я же не могу, где я взял эти 15 миллионов? Понимаешь? Где я взял? Ну, Коля Валуев поддержал, у него побольше. Вы говорили, все ваши экспедиции всегда с долгами возвращаетесь. Ну, как долги? Конечно, с долгами почему? Если спонсор дает, пускай яхту покупает, спонсор покупает, пару сащивает. Ну, чтобы пойти, ты должен купить и продукты, заказать продукты, дорогие, ну, сублимированные. Ты должен там и поставить и свое, и одежду. Конечно, всегда, ну, какие долги? там возвращает 3-5-6 тысячи долларов в должное. Ну, пока готовлю другую экспедицию за счет картин возвращает. Не форцы. Я уже лету 130 дней в Атеане. Хороший день. Я камеру включил. Все до плача рыбки, туда не на палубу вылетают, а их сырих кушает, на головки стреляет. Любая экспедиция, любой проект это бизнес-проект. садишься, начинаешь делать... Любой проект это презентация, медиаплан, как мы будем освещать, кого мы можем привлечь, каким партнерам это может быть интересно, поставщики экипировки или там производители продуктов каких-то экстремальных, там, да, или навигационное оборудование, или там банковская система, или там ну, Федор много путешествует, там пользуется карточками или авиационные компании, да, такой Федор амбассадор какой-то авиакомпании, потому что он побывал на всех континентах, да, и почти 184 страны у него, да, если не ошибаюсь, там 205 стран всего на планете, да, у нас согласно тому, с того он. Вот, соответственно, ты это все анализируешь, упаковываешь в презентацию, начинаешь работать с партнерами, со спонсорами, а это всегда крупные компании, первые лица компании, вот, поэтому, конечно, в плане зажечь первых лиц компании, это задача Федора, потому что, ну, его харизма, его энергетика может это сделать, а моя уже задача на втором этапе, на втором эшелоне, когда это все опускается на уровень, там, менеджеров, маркетинг, там, коммерческие отделы, да, вот этим уже я начинаю заниматься, и моя задача тоже, там, ну, отец договорился, зажег собственника бизнеса, я там внизу все провалил, это неправильно, это несправедливо, такого быть не должно, он зажег, я должен сто процентов отработать, то есть, вот этот, скажем так, импульс, он должен превратиться в подписанный контракт, в получение финансирования, ну, и дальше, соответственно, возникает ответственность, люди иногда думают, вот, те спонсоры дали денег, и дальше там трава не расти, так никогда не бывает, люди тебе дали денег, ты, соответственно, отвечаешь за этот бюджет, вплоть до того, что, если экспедиция не состоялась, ты возвращаешь эти деньги, это практически в каждом контракте у нас прописано. Не форцы. Михаил, это, как я понимаю, Федор, в момент кругосветного путешествия, кадр какой-то. Надо понимать, что кругосветное путешествие, это не момент, ну, полгода, да, и если мы говорим о том, что человек один находится полгода в режиме автономии, это тема энергообеспечения и жизнеобеспечения, она крайне важна, вот, источником энергии здесь было солнце, при этом абсолютно сознательно, вот, часть была поставлена модулей, так сказать, производства итальянского, достаточно известного, там, игрокат в этой зоне, часть, которая там чуть побольше, была поставлена, как раз, нашим МТЦ, Хевелла, не Ротека, так сказать, сделанное в Питере. Так вот, что важно, итальянские модули включались, так сказать, тогда, когда солнце достаточно высоко поднимается, то есть, примерно в 10 часов утра они начинали вырабатывать энергию. Гитеропереходная технология, которую применяем мы для своих ячеек, она гораздо лучше работает с рассеянным светом. И наши включались, так сказать, вот, примерно в 6, в 7 часов, то есть, как только солнышко появляется из-за горизонта, тут же они включаются, начинают, то есть, объем вырабатываемой энергии, коэффициент использования, так сказать, вот, он на российских модулях оказался выше процентов на 25-30, чем на итальянских. То есть, у вас на этом судне еще и эксперименты проходят, в момент эксперимента. Причем это все электроника записывает, и мы имеем возможность, изучая результат, понимать, а где мы есть, и что нужно еще сделать. Не форцы. Вернемся, как бы сказали сегодня, на сходку с фанатами Федора Конюхова, где он вовсю дает автографы. Три, четыре! Федор Конюхова! Поприветствуем бургами! С вами аплодисменты! Люба, что мы будем делать? Сегодня первая пресс-конференция Федора Конюхова и Игоря Потапкина еще не было ни одного в СМИ и общественности объявления о достижении нового мирового рекорда. Федор Конюхов уже преодолел и побил, сделал новый мировой рекорд, преодолев более 600 километров. А потом второй раз еще свой рекорд преодолел, сделав более тысячи километров. В небе находились 13 часов, взлетели с аэродрома Новая Усть-Мань и приземлились в Ченской Республике. Очень красиво наша земля. Мы когда вылетели из Архангельска, из Архангельска, долетели до Кавказа, до Чеченской Республики. И знаете, меняется все, но одно, везде красиво. И люди красивые, и земля красивая, там леса до горизонта, потом поля, через Калмыкию летели, очень красиво, пустыня, и все за нас болели. И мы постарались все-таки рекорд сейчас за нами, за Россией. За Россией. Более тысячи километров без дозаправки, без посадки был произведен полет. Взяли мягкий бак, который находился вот на коленке Канурия Филипповича. В баке было 40 литров, вот в том мягком. Ну, можно сказать, 40 литров. Везли еще с собой дополнительного топлива, чтобы как можно дольше находиться в небе и улететь как можно дальше. Я когда летаю, я же сам с находки, я когда летаю в находку, водясь только 8 часов, сидишь так, устаешь на самолете, ну, там можно и встать, и походить, там тебе кормят, а здесь 13 с этой грелкой большой, не разогнуться. Вот это самое, можно сказать, сложное было. Вся прелесть полета на этом летательном аппарате, что нет кабины, и ты в очень осязаемом пространстве, тебе обтекает воздух. В отличие от самолета, вот где вы летите, смотрите в иллюминатор, иногда можно представить, что иллюминатор это телевизор, который вам показывает полет на высоте 11 тысяч метров или 10 тысяч метров. А здесь вы чувствуете каждый поток, каждую складочку воздушных масс. Ну и вот действительно полет очень осязаемый. На каком-то этапе мы рядом наблюдали с собой летящего орла, потом встретили бабочку, которая пролетела мимо с большой скоростью. Ну, можно потрогать облака, вдохнуть их, почувствовать на вкус. В нашей экспедиции был талисман. Давайте похлопаем. Поможите, команда перелета. Команда перелета сопровождала нас по земле, готовые нас были спасти в любой точке нашего маршрута. Ну и талисманом нашей команды была собачка Пуля. Пуля на сцену! Да, вот вопрос у юношек. Кстати, цель нашего перелета. Многие спрашивают, что вам делать нечего, что ли? На самом деле, очень хотелось популяризировать наш любимый спорт, спорт светлевкой авиации, к которому относится паралет. Я смотрю на вас, вы же здесь все приехали романтики. Если бы вы не были романтиками, не любили приключения, путешествовать, вы бы сюда не приехали. Не форсцы. Казанаверестин, там холодно. Какая высота у нас, Фёдор? Да, я вскоре. С 475. Оскар, ну помимо того, что Фёдор Конюхов это великий путешественник, ну это же ваш папа, вы за него не переживаете? Вам, наверное, все задают этот вопрос всю жизнь. Да, все задают этот вопрос, поэтому я говорю, успешная экспедиция это не та, где установлен мировой рекорд, а та, из которой мой отец вернулся живым и здоровым. Потому что экспедицию можно повторить, рекорд можно улучшить. В этот раз не получилось, получится в следующий раз. Главное, чтобы он был жив и здоров. Поэтому наша команда, в первую очередь, ставит свою задачу, это риск-менеджмент, проанализировать все риски, которые могут быть в этой экспедиции, как мы их можем нивелировать, минимизировать, или сделать так, чтобы Фёдор, оказавшись в сложной ситуации, выжил, дождался помощи, или там, прихода судна, или вертолета. Поэтому вот мы сейчас именно этим занимаемся, прямо вот от, скажем так, от печки, как мы говорим, от старта. Вот они прибыли на землю Франца Иосифа, взлетели, летят. Как мы их отслеживаем через спутниковые буи, как мы их находим в Арктике, вот они приземлились, позвонили нам по спутниковому телефону, передали свои координаты, значит, должны быть GPS, и GPS не один, а несколько, от бортовой системы запитанные, на батарейках. Как мы будем находить, значит, фальшфера, сигнальные флаги, сигнальные, ну, ракетница должна быть у них. Если мы будем идти на ледоколе долго, то, собственно говоря, сколько дней они должны находиться на льду, надо продумать небольшой примус, маленькие, сублимированные продукты, потому что они будут лететь 50-60 км в час, а ледокол будет идти, ну, там, 10-12 узлов, ну, говорим, там, 20 км в час. Соответственно, ледокол идет в три раза медленнее, чем они летят, поэтому, если они улетят на тысячу километров, нам придется три дня только до них идти, чтобы прийти в точку их приземления. И это все нужно продумать, с тем, чтобы мой отец оказался здесь, в этой мастерской, в сентябре, и мы планировали новые экспедиции. Сегодня 1 февраля, 2014 год. Я на середине пути от Южной Америки до Полинезии. Такожи день. Что касается океанских походов, вот когда он сейчас шел из Новой Зеландии до Мысогорной весельной лодки, 153 дня, мы хорошо подготовились, мы все продумали. Федор стартовал в декабре, это наш июнь, первый летний месяц. Но погода в тот сезон сложилась так, что не было попутных ветров. Все время встречные, поперечные, с юга поддувает, закручивают в обратку. И вместо 100 дней, на которые мы рассчитывали, он шел 153 дня. Все горы в снегу. То есть человек пригребает. Ушуа, это самый южный порт на планете, недалеко от Мысогорна, а весь бэкграунд за спиной, все горы, все в снегу. Это говорит о том, что мы сильно не опоздали по сезону. Вот это мы не рассчитали. То есть в тот конкретный сезон океан вот так себя повел. И была аномальная погода, было очень мало попутных ветров. Хотя, казалось бы, в Южном океане в тот момент должны быть сильные западные ветры, с которыми все наши мореплаватели ходили в сторону Мысогорна. Но тут был год аномальный, мы к этому оказались не готовы, никто не знал. Но хорошо, что мы взяли продуктов достаточно, газа для печки достаточно, экипировку взяли тоже с запасом, потому что там невозможно просушить, вот на такой лодке одежду просушить невозможно. Если она намокает от соли, соль же никуда не выветривается, ее надо только вымывать в пресной воде. А где ее взять, пресную воду? У Федора опреснитель, который выдает только воды, чтобы там попить и приготовиться что-то покушать. Поэтому сильно промоченная одежда просто запаковывается в мешки и хранится до прибытия на берег. Ну а там уже утилизируется, потому что ее там отстирать невозможно. Никого нету. Даже альбатросов нету. Я бы их поснимал. Все мокрое. Вот мне икуха маклай, рубашка. Все хочу жалко укидывать, все хочу его посушить. Наверное, так и не придется, придется вытянуть. Вот так все намочил, что так уже не посушишь. Ни носки, ни белье. Все мокрое. Солнца же нету. Сегодня дождь и сыро. Достается новый комплект одежды абсолютно сухой. И вот Федор там несколько недель в нем идет. Потом опять снимает, запаковывает, убрал новый сухой комплект. Поэтому даже это все продумать с запасом. Потому что если бы он... Сколько это? 100 футболок? Там не футболки, там термобелье, там флисовые кофты, там специальные, значит, костюмы непромокаемые. Ну вот это тоже надо все продумать. Но иначе у вас будет человек, который будет замерзший, сырой. А раз он замерзший, сырой, он не будет выходить на палубу, работать на веслах. И, соответственно, он не будет двигаться вперед. Или будет двигаться вперед не со скоростью два узла, а со скоростью полузла. Была другая история, когда я был помладше лет на 10. Мы шли из Южной Африки на Австралию на яхте. Вдвоем идем через Индийский океан, там в районе острова Киргилен, такая свежая погода. И у меня стаксель стоит полностью открытый. Значит, я пытаюсь максимально быстро идти в сторону Австралии. Он говорит, слушай, погода, вот видишь, идет усиление, давай подкрутим на несколько оборотов. Ну, ты когда закручиваешь стаксель, ты уменьшаешь его площадь, ну и теряешь скорость. Я, как молодой горячий, очень не хотел терять скорость. Ветер усилился, и у нас этот парус вырвало там из штага. Соответственно, ветер усилился уже 40-45 узлов, а он не закручивается. Потому что его вырвало, он вокруг собственной оси там вращается. Ну и вот, как бы, кто виноват и что делать, правильно? Он говорит, вот ты бы послушался, мы бы два оборота подкрутили, ты бы на узел потерял, но мы бы шли сейчас безопасно. В итоге сейчас дует 50 узлов, а 50 узлов – это под 100 км в час уже ветер. Ну, на 1,8, если умножить. Вот, мы в Индийском океане, в центре вдвоем с тобой, да, ночь наступает, у нас парус передний не убирается. Что будем делать? А парус так на минутку, там, матч-то 35 метров наехать. 35 метров матча – это лучше. А он сварливый при этом или нет? Вот ты в открытом океане со своим отцом, и ты еще провинился, и тебе от этого никуда не деться. Это же кошмар. На берегу, да, в океане нет. В океане, потому что он говорит, ну что, что уже ворчать, уже это случилось. Полез туда с веревками, начал прикручивать этот оторванный угол паруса. Вот, мы там как-то вас замотали такой большой гармошкой, значит. Все это, конечно, было некрасиво. Скорость потеряли. То есть могли идти там 14 узлов, стали идти там 6. Вот, в общем. И вот на таких ошибках, на таких событиях в жизни, да, в отношениях, ну и выстраивается вот тот баланс отношений, про который я говорил. Не парцы. А вы знакомы с Путиным, да? Ну, конечно, конечно. Ну, как вы все. Какое на вас впечатление произвел Путин? А Владимир Владимирович? Да. Ну, как впечатление? Во-первых, он нас правитель, во-первых, он этот президент нашей страны. И вот мы сейчас с вами сидим и разговариваем, сейчас пойдем уху кушать, а он трудится. Потому что, представляете, на нем какая страна наша гигантская, а даже не наша страна, только весь мир сейчас на нем лежит. Мне понравилось, что он, во-первых, доступный, он простой, и он в хорошем смысле. Он неспессивный, там, не это. Потом с ним очень легко контакт находить. Потом, говорится, он очень, ну, то, что он патриот, понимаете, он любопытный, любознательный. Он, говорится, любит свою страну. И, заметьте, он еще любит нашу страну и думает об истории нашей страны. Не то, что он сегодня есть, а завтра там пускай трава не растет, понимаете, а он думает о будущем всей нашей страны. Вот сейчас многие его агрессором называют. Нет, ну, кто называть? Я думаю, что с нашей страны никто не может называть. Если бы мы не заступились, тут же и без Владимира Владимировича, понятно, украинцы бы пошли и смели бы. Они бы пошли, ну, именно пошли бы. Они бы так прошли, с такой силы, прошли бы Донецк, и никто бы заметил. Выщипли на Россию. И мы бы сейчас воевали на нашей территории. На нашей территории. Он правильно поступил. Я думаю, что не только уны, всем было понятно. Вот сейчас все наладится, никуда не денется. Россию, давайте, это Россия была, есть и будет. Никогда никто не был, не смог и не сможет. Все наладится, все к нам повернутся лицом. Ух ты, как этот ураган на улице. Может закрыть окно, надо? Для меня еще попраскивать, вы молодые, это, говорите, перемены. Я, если точно сказать, это для меня страшно, и так и для вас. Представляете, вот в это время, вот это и есть божественный промысел, что у нас сейчас Путин. В представительстве был бы сейчас Ельцин, например, как Ельцин, или как другие правители. Это нас бы сейчас снесли. Снесли, и вы не думайте, такие страны выходят. Снесли бы, и мы бы здесь не сидели. И ты в этой рубашечке не сидел, мой хорошенький. А это чей рубашечка? Та русская. Ну, я говорю, не сидел бы. И я бы, потому что не сидел бы здесь. Говорится, снесли бы. Это так Богу угодно. А сейчас мне немножко страшновато. Не будете хорошего правителя после Владимира Владимировича? Не будет. Вот увидите. Дай Бог. Дай, чтобы он дольше палал. Ну, рано или поздно все равно все уходят. Он 52-го года, я 51-го. Да, все уходят. Не будет. И мы будем жить на той закалке, которую он сделал. И будем так лететь. Может, смотри. Как вот пусть... Я когда при советской власти, я никогда не думал, что в Советский Союз можно победить для того, что у нас такая сила была. А взялись внутри и развалили. Правильно? Тот самый наш патриарх. Сейчас пока Кирилл, все-таки святейший патриарх Кирилл, он стих. Если станет другой, развалится. Понимаете? Развалится. А вы не разделяете вот РПЦ и веру? Потому что РПЦ много критикуют за какие-нибудь там часы, за майбахи, за роскошную там жизнь. Там, где есть люди, там есть институт, пускай. Институт церкви. И понятно, что, вот как сейчас у того же нашего президента, не все министры хорошие. Не все. Там 2-3-4 человека. Я так считаю, что 4 от силы 5 министров, которые достойны нашему президенту. А все остальные, вот вы правильно говорите, также и в церкви. Часы все эти, говорится, это только тянуть. Церковь, ну, пускай вера наша, вырывается, а ей развалить изнутри хотят. Понимаешь, изнутри хотят. И стремятся. Есть и про Путина разные видео, и про Патриарха Кирилла именно. Конечно. А как? Это уже специально, чтобы развалить изнутри. Вот как Советский Союз не могли же победить и снаружи, ну, прийти и завоевать. А внутри раз и все. И армия рассыпалась, войска рассыпались, все министры рассыпались. Правильно? Все. И так легко, и быстро. А представители, по Советскому Союзу пошли, кто на нас, ну, там, сквозь границы. Та ты что? Мы бы... А вы вообще, вот, Петр Филиппович, советский человек? Не может быть ни одна империя. Все ли не... Это и Советский Союз. Он нужен. Да, давайте и царское правительство. Не все же оно было хорошее. Она дошла до своего потолка. До своего потолка. И остановилась. Так же священники предали царя нашего. Вот там царь, у нас царь хороший, добрый. Но он же такой добрый был. Но он не смог. Где-то надо и силой. Слабый, слабый, да? Ну, я бы не сказал, что слабый, просто вот это его доброта. Доброта. И, говорится, я бы даже сказал, доброта больше ее сгубила. Понимаете? Что такое слабый? Слабый он же, он образован. Все. Доброта. Вот он думал, что все люди хорошие, там, его никто не предаст, вокруг него хорошее это, он хороший семьянин. И все, понимаете? А этого мало. Где-то, видите, да, Господь Бог, это мы должны стремиться, как сказать, ударил тебе по правой щеку, подставь левую, ну, чтобы не было злости, не было, ну, как зуб за зубом, мстить. Но мы еще не... Представляете, мы сейчас щеку подставляли, пускай нас украинцы бьют, а мы их... То есть вам вот это не нравится? Мы еще не созрели. Подставить вторую щеку? Еще не созрели. Не созрели. Это мы должны стремиться к этому. А вот говорят, вот в нашей вере, там, как раз, очень многое должно быть терпения. Вот сравнивают. Да. Матолические храмы, где есть лавочки, где приходят люди и сидят. Ну, это... А у нас вот стоят и как бы... Не, ну, знаете, говорится, вот, начали, разве вера в Бога, ты веришь в Бога и идешь к Богу, и чтобы посидеть на лавочке или постоять, или там попаститься. Я как вот священник, я выбрал себе такое, что вот когда наступает пост, люди все очень злые. Ну, не все. Все злые, все недовольны, все ссорятся. Почему? Они приходят домой голодные, знаете, застыть не могут, там утром встал, ему хочется кофеечек пускай с молочком выпить, правильно? Там пирожное покушать, его нельзя, он весь приходит. И я, как пост проходит, люди начинают добреть, понимаешь? А разве Господь Бог создал, чтобы человек и только думал оков? Ты просто должен быть добрый, и молочко, когда пьешь, и когда молочко не пьешь. Ну, если хочешь молочко попить, ну, попей, понимаешь? Главное, ты человеку не делай зла и улыбайся. Разве эту плохо, если ты утром попил, молочко в пост, а вышел и со своим соседом поздоровался, руку пожал, чем ты молочко не попил, утром вышел и с соседом пересорился, что у него там в подъезде грязно, там, или, говорится, шумел у него, а эту причину ищет. Нет, церковь, это уже институт, а, говорится, вера, ты должен быть верующим. И смотрю, все вероиспредания, а разве плохая мусульманская вера? Это очень хорошая вера. То есть, сама разве буддистская вера плохая? И нигде нету, нигде нету, чтобы люди друг друга говорили убивать веру. Вот, и это неправда. У меня-то было время, я ходил в океане, мне там 508 дней. Подумать. Да, ну и читать. Там все говорят, даже священники мне говорят, сколько, я 7 раз прочитал Библию, ну и практически здесь невозможно прочитать, но времени нету. А я в океане. Я был первым у меня плаванием было 224 года. 224 дня. Сколько? Больше тысячи дней в океане одиночного, в одиночку пробыл. Понятно, что мне было время читать. Я читал Коран, я читал Тору, я читал Талмуд, ну соответственно Евангелие, Старый, Новый Завет. И когда ты читаешь, и даже вот Коран я там разных переводчиков, и когда я читаю, читал, и даже вот те мусульмане, которые говорят, убей неверного, что мы неверные, в Коране нету такого. В Коране неверный это тот, который не верит живого Аллаха, Бога, Саафа, ну, по-еврейски Сааф, Бог по-нашему, Бог по-Алах, живого. все мы верим, все мы верим, а неверные это язычники. И есть там один, есть там, когда пророк Мухаммед говорит, убей неверного, убить неверного, это те племена, которые язычники были, понимаете, и не соглашались. Ага, извратили так, что, ага, убить христианина это он неверный, убить там еврея это он неверный. Как же, говорится, иудеи, они верные, почему, потому что они верят в Саафа. Мы верные, мы верим в Бога, ну, это же едино. Все. Вот, а извратили, сейчас никто не читал. Я спрашиваю, те же мусорцы, вы читали Коран? Нет. А откуда? Они же по-арабски, они даже если молитву не знают. Я спрашиваю даже священников, священников наших православных, ты читал Библию, Старый Завет? Нет, мы изучали, там, ну, по них, а чтоб сел, а за один раз мало, надо 3-4 раза прочитать. Надо все сравнить, прочитать, и тогда только делать выводы, да? Ты читал, нет, ты читал Талмуд, нет, ты читал, там, буддистское учение, понимаете, нет. Неворцы. Два часа было, что спам. Так обычно я сплю 30 минут, 20 сила, 45, час, еще, чтобы руки не натирать, у меня раствор марганцовки, крепкая марганцовка, и смазываешь руки, руки потом не натираешь. Вот видите, так вот крепко, 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 мой раствор. Это я все, так вот смазываюсь, из вас смачиваюсь руки. Потому что, когда на серную поле сходили, ноги так, чтоб мозоли не было. Господи, помимо, господи, помимо, господи, помимо, господи, помимо. Когда он шел на весельной лодке, он потреблял в день 6 тысяч калорий. Можете себе представить, человек находится на веслах 12-15 часов, ну, понятно, с перерывами, там, и на отдых, и на навигацию, там, и приготовиться что-то покушать, но 13-15 часов на веслах. Соответственно, расход энергии у него 3000, 6 тысяч калорий. На веслах, это ты имеешь в виду все время гребешь? Все время гребешь, да. Потому что, когда ты не гребешь, ты дрейфуешь, ты дрейфуешь там полузла, а когда ты гребешь, это полтора-два узла. Поэтому, тебе надо пересечь океан в сезон, потому что после этого ветер разворачивается, будет дуть встречный ветер. Вот люди думают, что ты пошел на веслах, и там болтаешься, гребешь, или не гребешь, спишь, ешь. Ты представляешь, что Федор Конюхов где-то там болтается в океане, очень романтично. Да, очень романтично, но это не так, и это неправильно. Как только он стартовал, начинается гонка со временем и работа на опережение сезона. Вот, допустим, он стартовал в декабре из Чили и пришел в Австралию в мае. Декабрь, январь, февраль, это летние месяцы в Южном полушарии. Ветер ему был попутный. Кстати, этим же маршрутом ходил Турхиердал из Перу до Французской Полинезии. Но Федор не только прошел Французскую Полинезию, он пошел дальше до Австралии, поэтому его маршрут был в два раза больше, чем у Турхиердала. Вот там как раз попутный ветер. И в Австралию он пришел 31 мая. Вот он 31 мая пришел, а 1 июня, вы не поверите, ветер развернулся, начал дуть от Австралии, от континента в океан. Поэтому задержись он на сутки больше. Ну, понятно, что это так просто совпало, но в принципе, когда мы изучали метеорологию, нам все говорили, что надо вот за декабрь-май этот маршрут пройти, потому что это попутный ветер. С июня ветер разворачивается, и так и произошло. Поэтому если бы он там расслаблялся, греб не 12-15 часов, а в основное время там ловил рыбу или читал книги, он бы попал в тот сезон, когда дует встречный ветер. Весельная лодка против встречного ветра идти не может. Она может идти и в попутном ветре, когда ветер дует в корму, ну, или вот так вот 150 градусов к корпусу, тогда ветер ее толкает. И плюс гребется ее, гребет. Но помимо того, что дует ветер, ведь постоянно дующий ветер в одном направлении создает постоянно идущую волну в одном направлении и течение. Вот если месяц, два, три ветер дует в одном направлении, это посадные ветра, так называемые, они разгоняют и волну, и течение все в одну сторону. Поэтому лодке помогает течение, ветер, и попутная волна, и гребец. Как только эта система меняется, начинает дуть встречный ветер, у вас идет встречная волна, такая хаотичная, так называемый, чоп, то есть лодка так вот бьется, на ней стоит на месте. Гребец не может пробиться, он сваливается, и его уносит куда-то в сторону, и он уже не может прийти в пункт назначения, а у нас был Брисбан на восточном побережье Австралии. Все, его бы туда завернуло бы, там, на Новозеландию, вынесло бы, он там вот как раз болтался бы в Тихом океане, мы бы его потом через пару месяцев спасали, потому что продукты закончились, топливо для примуса закончилось, ну и в принципе человек уже там 160-180 дней в океане физически просто бы устал. А ты в это время вот чем занимаешься, что делаешь, когда отец в экспедиции, в путешествии, ты каждый день с ним на связи, как это происходит? Ну, когда Федор стартует, дальше начинается работа по обеспечению, это прогноз погоды в первую очередь, это очень важно, потому что, когда он летит на воздушном шаре или идет на весе на лодке, он работает по фактической погоде, а мы ему даем погоду, чтобы через 3-5 дней, потому что он должен подготовиться, если мы знаем, что идет шторм, он, соответственно, на лодке закачивает пресную воду заранее, потому что в шторм пресную воду не закачать, опреснитель не будет работать. Лодку будет подбрасывать и будет засасываться воздух, и оно, соответственно, опреснитель сломается. Он там готовит все какие-то продукты, наводит порядок в каюте, закрепляет все вещи, которые лежат там, незакрепленные. То есть он готовится к суровой погоде, к тому, что лодка может перевернуть. И такое было с ним в океане, лодку переворачивало, несмотря на то, что там на дне есть киль, такая специальная металлическая рельса, которая возвращает лодку в исходное положение, но при ударе большой волны она переворачивается и потом возвращается на свое место. Поэтому мы его предупреждаем о том, что через три дня вот плохая погода, ему нужно быть готовым. Также, когда он летит на воздушном шаре, да, он пилотирует этот шар, он отвечает за все, что происходит на борту, но мы ему говорим, попробуй эшелон, допустим, там 7 тысяч метров, там ветер будет такой-то. Он чуть опускается, попадает в эшелон и летит в том направлении, в котором нам нужно. Потом, говорим, поднимись там на 9 тысяч метров, там другой эшелон. Он поднимается на 9 тысяч метров, летит туда. То есть, в принципе, понятно, что мы, как люди, находящиеся на земле, с хорошим интернетом, можем отдохнуть и дать ему более четкую информацию. Он находится на высоте, в кислородной маске. Представляете, там 10 дней человек находится в кислородной маске на высоте. Не представляю. Да, и ему в неотапливаемой гондоле вот этот вот карбоновый ящик из углепластика. Печка не работает. Вот, вышла из строя. И человеку нужно принимать правильные решения. И еще и анализировать погодные условия. Поэтому вот эту часть погоды мы берем на себя и говорим, поднимайся туда, на такой-то эшелон, через 2-3 часа опустись. То есть, эту работу мы берем на себя. И он нам благодарен. Но мы понимаем, что мы лучше сделаем, потому что мы находимся на земле, в окружении всех гаджетов, хорошего интернета. Плюс у нас есть советники, метеорологи. Ну, и дальше, конечно, моральная поддержка, какое-то общение с ним по телефону, потому что, ну, человек в тяжелой обстановке, всегда хочется позвонить домой, в штаб, родным, близким пообщаться, услышать слова поддержки. И мы тоже за этот моральный климат отвечаем. А вы с Артуром Чаленгаровым друзья? Ой, я давно с ним, еще с конца 70-х годов. Но у вас с ним вообще разная такая философия жизни? Ну, просто он мне как старший товарищ, мы дружили с Юрием Сенкевичем, и я, и Чаленгаровым, так мы с ним, не, мы друг друга хорошо относимся. А мне предлагали быть депутатом Госдумы, как он? Ой, ну, вот даже сейчас в этот зазы приходили ко мне. Ну, давай так, Ярослав, Ну, я же не дурачок. Ну, представляете, я стану депутатом. Сколько там сидят бездельники, эти, спортсмены. Там в Думе все работают. Ну, я так, насколько я знаю, ну, человек 20-30 работают. Ребята, ну, мужчины, женщины, которые делают документы. Ну, профессионально. А эти все бездельники, эти спортсмены, чего вы сидите? Даже мой друг Николай Валуев, он очень хороший человек, он очень хороший, очень добрый человек. Очень. Ну, зачем ему там быть? Место занимать? Поехали, я Борисов думаю, я прихожу, когда только фотографироваться, знаете, всех. Ну, давайте, вот Николай Валуев, хороший человек, хороший боксер, он очень добрый человек, очень добрый. Это, говорится, просто, ну, можно сказать, доброта человеческая. но он же в законах, ну, как же боксер, можете, в законах, там должны быть юристы, финансисты, ну, политологи, ну, люди с образованием, люди с, с этим, с жизненным опытом, понимаете? А там, фигуристы, боксеры, борцы, понимаешь? Пускай бы тоже Валуев создал гигантский, красивый клуб, там, боксеры, молодых парней, понимаешь ты? Мирового значения, не говорю там, клуб московский, мирового значения, то же самое, там, борцы, то же самое, там, фигуристы, там, все, поэты, писатели, там, все, бездельники. И мне, я так думаю, меня выбрали, ну, пришел бы, полгода посиделил, год посиделил, даже, мне есть программа, там, мне делали, я бы хотел, но мне бы никто не дал это сделать. Через пару лет сказали, Федя, мы тебя выбрали, а ты ничего не можешь сделать, правильно? Ну, как Валуев, что Валуев, что ты сделал для нашей России, ну. В плане Государственной Думы, да? Да, ну, в плане, документы какие-то, пересмотреть, вот как я, неудши, ну, ходите, ватрофируется, и все. Коля, ты прости меня, ты хороший, ты приезжай сюда, мы с тобой здесь, начнем копать яму, сейчас я копаю фундамент для часовни Петру и Феврону, представляете, об Валуев, вчера же был у меня кто? Боксеры были вчера. Да, были, были, да. Поветкин был и Харитонов. Время нету, я копаю фундамент, они приехали, все спешать, 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 там, чайку выпили и поехали. Я думаю, если бы так Поветкин начал копать, он бы вам тут построил, ну, он бы, там, фундамент сейчас, у меня таджики копают, за неделю, он бы, за день, а Харитону там, это мысли больше, чем у меня, нога, помните, он бы там за полдня фундамент готовый под часовню Петру и Февронию, правильно? Вот такие ребята, вот это способные они, способные, а, понимаете, Николай Валуев приехал, да он бы, какой часовня, он бы сразу церковь, собор бы, фундамент выковали под собор, так же? Федор Федорович. Не, ну, что неправда, и знать почему, я же умный, понимаешь, что через, меня уважают, через год, через два, вот так точно говорили про, сказали, а, куда лез этот путешественник, и он туда же полез, но зачем мне, зачем мне, что я не могу... Вы предлагали точно? и вместо давали, предлагали, и уговаривали, и просили даже, понимаешь, ага, что там, говорится, а я сам думаю, через полгода от меня, мой старший сын, и жена моя, говорит, не думай, через полгода от тебя все откажутся, от тебя все откажутся, все откажутся от тебя, скажут, ну а ты давай, ну давай, и когда мы говорим о Валуеве, все хи-хи-хи, все смеются, уже забыли, что он хороший боксер, я спрашиваю своего внука, ему 17 лет, знаешь, что такого? Нет, а, в доме, который, я говорю, ты видел, Бог станет, так же, как про Кличко, вот, ты же знаешь Кличко, ну, боксер. Маркиева сейчас. Что? Маркиева. А я же за него болел, ну, в начале 2000-х, там... С Ленок, с Ильюсом у них был невероятный бой. Ну, конечно, конечно, я болел, я пережил, это же наш был. Я с ними встречался, с братьевым, я встречался, в Москве, у нас там было награждение в доме музыки, это хорошие парни, хорошие парни, боксеры неплохие, а он же как политика, как мэр, Да, Маркиева. Там же никто, там должен быть, это как у нас, помните, в Москве было, это вот Гавриил Попов, мэр, Лужкова, уже, он же доктор наук, профессор, ученый, его поставили, ну, в начале 90-х годов, я его тоже знал, а он ничего не мог в Москве сделать. Почему? Он хороший ученый, экономист, хороший профессор, ну, читатель лекций, все, а что такое мэр? Канализация, дороги, правильно? Хозяйственник. Хозяй, ну, канализация текут, дороги, крыши, там, это, ну, развалится, то, развалится, а он доктор наук, он профессор, ну, даже как Собчак, он же как мэр был, слабоватый, ну, как хозяйственник, Санкт-Петербурга, а он очень хороший профессор был, моя жена, она же доктор наук, профессор, да, еще была студентка, она все бежали на его лекции, затаяв дыхание, все, а если Собчак читает, все бегут к нему, это очень умный, грамотный, ну, Медведев тоже профессор был, образованный, вот правильно, и то же самое, представьте, я в доме сидел, чтобы я в доме сказал, что пойдемте путешествовать, может быть, лучше было бы, Федор Филиппович, если всех забрали бы с собой, я же Коле, я Коле предлагал, там, пойти искать снежного человека, по-настоящему, ага, с депутатами Госдумы, да, понимаешь, Коля, что пойдет, по Сидуму, он же не будет спать в палатке, под дождем, правильно, так же, а снежный человек, он существует? не, знаете, здесь очень сложно сказать, просто я был, мы с моим братом, были мы, ну, под каменной Тургуски, и там селькупы живут, и они видели, они видели, и рассказывали нам, мы с братом там были, и мне было интересно приехать и сделать такую экспедицию, даже, знаешь, пойти по этих маленьких поселках, к охотникам, и спрашивать, и записать вот это, понимаешь, а потом сопоставить, это же очень интересно было, правильно, такую экспедицию сделать, давайте сделаем такую экспедицию. Точно, надо делать, не форбцы. У нас лучшие батареи, и аккумуляторы у нас лучшие, все у нас лучшее, ну, нету амбиций таких, и патриотизма. Что ты будешь делать с Николаем Валуевым? Берем его, летит на воздушном шаре. Точно берем. Берем? Берем? Ну, вот и давай. Значит, так, я тебя прошу поехать к нему и показать ему ролик, и сказать, Коля, давай, дурака не валяй. все равно в Думе, все равно в Думе, с каждым годом, говорится, ты все ниже, ниже падаешь, ну, за зарплату же держится, понимаешь, за зарплату. Я уважаю профессионалов. Если, ну, хотя бы совесть, иметь ли Федор Конников, совесть, совесть, давать правительству, там, наставления какие, я же не профессионал, там, или давать, нет, вот, почему, я сейчас дам, вы будете с меня смеяться, и люди, как вот я с Николаем Валуевым смеются, потому что он хороший боксер, а сидите там, где нельзя ему сидеть. То же самое. Представляете, Федор Конников дает, как страной управлять. Ну, если ты, иди учись, иди, говорится, а то я... Ну, вы же в чем-то эксперт, правильно? По полугода, по полугода в океане, наблюдая за звездами, и как летит альбатрос, и киты как плывут, и туда приехал, и начинаю, говорится, умничать. О, как красиво, давайте, на улицу пойдем. Там вас, говорят, все же передачи никто не будет смотреть. А? Почему я говорю, про Колю, я знаю, что вы, думаю, там, для семьи, для детей покажете, там, дурочки посмотрите ваши, а вы, как сейчас называете? Подписчики? Как? Подписчики. Подписчики? Какие-то дурочки? Не парксы. Наука и религия, они друг другу не противоречат? Ну, ни в коем случае. Наша, Менделеев, химик, был очень верующий, Ломоносов был очень верующий, Пушкин верующий, Лермонтов верующий, мы не говорим, Достоевский, все, как же этого противоречить? Не надо, мне таки говорят, когда мир, и Господь Бог создал человека, и он идет к разгадке человече, божественной. Божественной, понимаете? Кто-то идет в грозацкие искусства, кто-то идет по линии химии, физики, это все, говорится, от Господа Бога. Вам нравится комфорт вообще? Как вы относитесь к современному комфорту? Сейчас столько разных сервисов, доставка еды, много разных сервисов, которые сегодня есть. Вот вы считаете, это хорошо вообще для человека? Нет, видите, нельзя, нельзя об этом говорить, почему? Потому что время, мы же не можем сейчас жить как, пускай там, сто или двести лет назад. Ну, то же самое, сейчас мне часто говорят, вот, Колумб шел через океан, у него не было ни навигации, ничего. Да, в то время так. Ну, зачем же сейчас идти? Наоборот, как сказано в Святом Писании, Господь Бог создал человека по образу и подобию себя, по образу и подобию Бога, себя, и человек идет к разгадке божественной, к разгадке, понимаете, к разгадке божественной. Понимаешь, человек разгадывает, а Господь Бог создал все, создал не только нашу планету, Он создал и Луну, и Марс, и те планеты, которые еще мы, и еще не изучили. Еще нам тысячи лет, и больше человек не может познать все, и никогда этого не будет. Потому что так же, если человек создал, пускай вот здесь пол кафельный, а при Колумбии такого не было, пускай, но это же химия, значит, мы идем к разгадке, Господь Бог все создал, и химию, и физику, и там, и геологию, ну, и искусство. То есть вы принимаете все новое? Конечно, технологии, науку? Конечно, принимаю, а как же? А если мы не будем, мы же остановимся, и зачем? Человеку говорится, ну, а что раньше, вы думаете, что раньше не принимали? Так же и раньше. Но раньше был свой потолок, сейчас свой потолок, и не думайте, что мы сейчас все познали. Я встречался в 1982 году со Святославом Рерихом, сыном Николая Константинства Рериха, путешественника, художника, да, и мы говорили там про искусство, я также был член сызо-художником СССР, мы встречались, он прилетал в Москву, и мы начали говорить, что ваш отец, Николай Константин, пишет картины космические, а он говорит, а что такое космос? В 1982 году Святослав Николаевич Рерих, сын Рериха, он говорит, а что такое космос? Отлетели всего на 300-400 километров, ну, наша станция летает 400 с половиной тысяч, что такое 400 с половиной тысяч, понимаете? Говорит, а что такое? Это же очень недалеко от Земли. Говорит, это еще не космос. Когда человек полетит на тысячу там, 400, 400 километров, извиняюсь, до Санкт-Петербурга 800, говорит, это еще не космос. Когда человек полетит на миллион километров, и это еще не космос. Потому что космос, это бесконечность, и так далеко, понимаете? А мы говорим, мы в космосе, мы что-то, всего отлетели 300 километров, или 400, он до Рязани, говорит, 250, а если все... И это уже космос? Да, и мы говорим, космос, нет, это еще не... Это мы так называем, так что не надо, говорить, вот мы там все познали, сейчас мы не созрели на Луну, высаживаться. А почему не... Видите, как активно начали работать, ну, в 60-х годах, потом раз, Господь Бог, как будто обрезан все, и все перестали. Не надо говорить, чтобы денег нету. Та денег, он сейчас, у одного нашего, какой-то миллиардера, больше денег, чем был весь бюджет Советского Союза. Почему? Знаете, я сначала уважал Элона Маска, думаю, вот он человек, ну, мечтатель, там, лететь в космос. Сейчас немножко перестал уважать, его слишком ушел в политику, ушел в этом. Ведь все-таки политическая система любопытства, любознательность, его такое стремление задавило. Не форсы. Ваня, 20 метров осталось. все равно не пропадает, все равно не пропадает. Все равно не пропадает. А нас согласен. Как только мы начнем зарабатывать на экспедициях, Федор не вернется живым. Это его такая вот установка. Это он придумал? Да, это он придумал. Поэтому он не поддерживает и не одобривает тех ребят, которые водят в горы, там, людей за деньги. Он говорит, ребят, на горах зарабатывать нельзя. Если ты романтик, с друзьями собрался и пошел, иди. А вот если ты там зарабатываешь деньги на горах, я это не поддерживаю. Поэтому, когда мы делаем экспедицию, мы привлекаем финансирование для того, чтобы построить там яхту, воздушный шар или лодку. Это необходимое условие. И делаем ее зачастую в ноль, а обычно еще и с долгами, то есть вкладываем свои деньги. Ну, а после экспедиции уже можно заниматься бизнесом в каком смысле? Федор пишет картины по мотивам экспедиции, пишет книги, выступает с лекциями, соответственно, там, какая-то реклама экипировки, какие-то контракты экипировочные, да. То есть вот этим уже можно, вот это можно воспринимать как бизнес. Но привлечь денег для того, чтобы заработать, так мы не поступаем. Ну, есть же разные там, вот, клуб путешественников Михаила Кожихова, еще разные, разные массы таких вот программ. У вас это наверняка пользовалось бы большим спросом. Ты никогда с ним не вел разговоры на эту тему, что вам бы было так легче? Нет, мы иногда делали такие проекты, то есть мы организовали там переходы через океан атлантический несколько раз там. Ну, это были какие-то разовые вещи, больше как там друзья нас попросили, да, там, мы арендовали яхту, сходили через Атлантику. Это, ну, там, несколько раз мы так поступали. Не форцы. Сколько вам обходится это сотрудничество? Ну, сотрудничество это из двух частей, да, так вот, одна это проектная вещь, они считаются, бюджетируются отдельно проектно. Да, то, чем мы можем участвовать в них, то мы участвуем. Вот, та работа, которая ведется разработка, вот, в разработке этих вещей, она, наверное, имеет отношение больше к нашей основной деятельности, правда? Вот, то, что касается вот текущих вещей каких-то, ну, я даже не назову цифру, потому что, ну, постоянная история, да, нахождение здесь экспозиционного штаба, использование инфраструктуры, то есть, это немного, наверное, так сказать, вот, и немало, так сказать, ну, как, безусловно, есть подрядчики, да, так сказать, вот, но мы, мы участвуем тем, чем мы можем участвовать, в основном, это мозги, какие-то наши возможности, которые по-любому есть, ну, естественно, деньги тоже, но в любом проекте есть больше, чем один, больше, чем один участник, больше, чем один меценат, спонсор, как хочешь это называть, так сказать, тогда они получаются. Не фарсы. В детстве тебе его хватало, как папа, или он все время был, как это, капитан дальнего плавания, знаешь, говорят. Ну, конечно, он был все время в поездках, в путешествиях, но надо отдать должное, он меня брал на старты больших своих экспедиций, проектов, и правильно делал, потому что я видел, куда он отправляется. Это скольки лет? Ну, где-то там, лет десяти уже я с ним, то есть, да, я, вот он там, готовился к Северному полюсу в девяностом году, тренировался в Красноярске у охотников, глубокий снег, жил в зимовье, там, таскал нарты, значит, и я туда приехал, жил тоже с ним. Потом он стартовал с острова Средний, уже на, на сторону Северного полюса. Я помню, я прилетел, это был март, у нас, ну, крайний север, там, заполярный круг. Март, холодина страшная, мне пограничники выдали тулуп, какую-то шапку, а он там, в таком, ну, пуховом костюме, спортивном, да, нарты там, и за спиной, там, 100 килограмм, я уже не помню, и вот в точку. А март, это только начинается полярный день, то есть, это такая, ну, предрассветная, такая вот, обстановка. Мороз жесточайший, это же еще открытая вода, то есть, сухой мороз в Якутии, это одна история, а минус 40, там, в Арктике, в Северном Бредовитом океане, это другая совершенно история. Я, конечно, тогда был поражен, сколько лет прошло, до сих пор помню, как он ушел вот в эту точку. Мы сели в вертолет и вернулись там, на погранзаставу, где столовая, значит, печка, тепло, а он там ночь, вторую, третью, пятую, десятую и 60 дней до Северного полюса, вот так. Вот это, как пацана, на меня произвело впечатление. А также в 91-м году я встречал его в Австралии, когда он финишировал свое первое кругосветное плавание на яхте. Мы вышли из Сиднея на моторном катере, конечно, укачались все там страшно, включая меня, мне там 14-15 лет было, подростки сильно укачиваются всегда. И мы вышли в океан, и я смотрю, тогда мне казалось, вообще огромные волны, там волны, там по 4-5 метров, и вот он в этих волнах на яхте поднимается, спускается, яхта вся брошая тоже. И вот, я смотрю в иллюминатор этого катера, у меня до сих пор эта картинка стоит перед глазами. То есть, вот такие вещи, то есть, можно много чего рассказывать, но там, он меня брал на старт или на финиш больших экспедиций, я это видел. Я смотрел в каюту, вот твой папа, там на волне 6 метров, на брошей лодке. и я понимаю, что это 222 дня так происходило. То есть, вот его кругосветка первая была 222 дня, из Австралии в Австралию. Это первая российская кругосветка. Вот, и тогда, и ты понимаешь, чем занимается твой отец. Вы встречали когда-нибудь с ним пиратов в море, в океане? Нет, я не встречал. Он, когда ходил под парусом, встречал пиратов, да, и даже у него там один раз яхту украли, это был 1994 год, он заболел вот на Филиппинах, и пока лежал в госпитале, яхту украли, там местные пираты. Пришлось ее отвоевывать, об этом написано в его книге. Он тебе давал урок, что первое делать, когда встречаешь пиратов? Как-то у вас есть такая, инструктаж такой? Во-первых, там, где есть пираты, туда лучше не ходить, особенно на тихоходном судне, если уж идешь, то на большом скоростном каком-то, значит, катере, да, или корабле, вот, потому что яхта, ну, она идет там 5-10 узлов, понятно, что пираты тебя догонят и захватят, вот, поэтому лучше эти места обходить. Вот, он говорит, в Южном океане, океан, который омывает Антарктиду, там нет пиратов, там холодно, сильный ветер, большая волна, вот, говорит, там ходи, там безопасно, сынок. Коротко, ну, охарактеризовать несколько мест, которые я сейчас вам назову. Эверест. Это самая высокая гора на земном шаре, и почему я, все молодые, мои хорошенькие, ставьте цель, надо вам высадиться на Марс лет через 20 и зайти на самую высокую гору, самая высокая гора, это Олимп, 21 километра, ну, там еще точно нету, там 200 метров, 300, где-то, говорит, 23 километра, какая разница, оттуда, я бы, если был молодой, я бы стремился сейчас к этому. Эверест, потому что он есть, и потому что он самая высокая гора. Мысгорн. Мысгорн, это тоже самое, пройти Мысгорн, как французы говорят, французские, ну, французские, они самые лучшие, я всеми, они так говорят, что пройти Мысгорн в одиночку, это равносильно, как подняться на Эверест и добавляют без кислорода, понимаете? Я понял, что был на Мысгорн, был на Эвересте, я так не сравниваю. Северный полюс? Ну, потому что Северный полюс, потому что он есть, и как ты можешь жить, вот, часто приезжаете ко мне, сегодня был человек, он лучше потратить деньги, я говорю, пойдем, я сейчас через 15 дней уезжаю на Северный полюс, говорю, пойдем, ну, понятно, что там деньги нужны, а он говорит, да я лучше поеду с женой на Мальдивы, если я не поеду, жена на меня обидится, я говорю, в Мальдивах сколько раз было? Ну, мы несколько раз были, я говорю, а на Северном полю, нет, я не был, я говорю, а если ты умрешь, вот на Мальдивах умираешь и предстанешь предапостолом Павлом, Петром и скажешь, я на Мальдивах в своих шортах умер. К Северному полюсе шли там мужественные люди. Южный полюс. Когда я побыл на Северном полюсе, как же тебе не побывать на Южном полюсе, потому что это антипод, это все. Полюс относительно недоступности. это уже сложно такие, формирует уже математическая точка, математическая точка, так что, давайте мы... Париж. А, это Париж. Париж я любил раньше, потому что я там учился, я там два года учился, и в академизации искусств, ну, это как повышение квалификации, тогда пахло кофем, Париж был очень красивый, сейчас мы приезжаем, ну, это клакос, клакос, значит, лучше не ездить. А Москва? Ну, Москва я люблю, потому что она наша столица, то, что я люблю Москва, в Москве есть динамика. В память динамики, я захожу в метро, я вдохновляюсь Москвой. Африка? Ну, Африка, это... Это... Я когда первый раз прилетел, в Африку встал, я в Кению прилетел, ну, это еще было в 90-е годы, встал в Босы, я почувствовал, что я дома, от нее исходит такое тепло, знаете, ну, это же... Ну, давай, ты начинаешь, а что такое, в Ирландии, пойдешь поедешь, ты бросил, записал себе на эти... Ярослав опасный мужичок, опасный. Тебе надо брать интервью, Николая... Валуева? Да. Выясни, мы там философствовали. А русский мат вам нравится вообще? А что такое русский мат? Мат, ну, нецензурный мат, мат. Нет? Или вы вообще его не используете? Нет, ну, это все такое нравится, не нравится, я никогда не рисуюсь, не ругаюсь, а мне, конечно, прописать вот это... Вот есть мем? Что дома делать? Да. Никогда я так не говорил, это все придумано, никогда, так, тем более, что мат, никогда. Я никогда не ругался, у меня нету такого слова мата, нету. Как же я могу ругаться, когда у меня в роду пять святых? Я с детства вырос, это... Никогда. И когда я учился в мореходке, ну, там, ребята, и тогда я ругался, ну, и в группе, там, в роте нашей ругались, у нас преподавали, говорят, нельзя так ругаться, а бы как, где попало, когда ты по пальцу молотком ударишь, тогда можно выругаться. А то, говорит, я не... А это у меня прописывают, как часто, вот, пишут, а мы не... Я говорю, ну, если вот Шак Бондарчук, Федор Бондарчук, снимайте фильм обо мне. Я представляю, как он с ними там пошлый. Он не советует. Он говорит, ну, если ты путеше, ты даже знаешь, таким быть, ну, там, рубаха-парень, или там мат-перемат, знаешь, вот такие вещи, понимаешь? Это они создают такое. И я к этому... Вам понравился Федор Бондарчук? Так, а я с ним один раз всего встретился. А так он снимает про вас сейчас фильм? Он снимает и уже скоро закончится. Он играет там роль «Полет вокруг света». Я его никогда не видел, и там, никто мне не показывал, он говорит, я Бондарчук, знаю, как снимать, и знаю, как делать, ты не вмешивайся, и все. Понимаешь, я так тебя вижу, он так меня висит, и все. Он даже сценарий не показал мне, он даже не сел, хотя бы, чай со мной попил, он даже чай со мной не пил. Сценарий вам даже не показал? Ни в коем случае, он даже не показывал. Вот почему, так фильм же про вас. Ну, а он говорит, это я пробил деньги, я снимаю, я взял твой образ и снимаю, мне, ты, знаешь, неинтересен. Я снимаю, так как я вижу тебя, он так видит, понимаете? Ну, а я как художник понимаю, что я ему сказать скажу. Вот я вижу, я вот так вижу, Иоанна Крестителя, так вижу воина, так вижу Соломию, которую, как это я так вижу, это же понятно, что портреты не настоящие, так же и он, он никогда... А за использование образа вам заплатят что-нибудь? Да нет, и что, и копейки, и то я не буду брать, и никто не предлагает. А на премьеру пойдете? Нет, нет, я же никогда не хожу. Я никогда не... Меня когда-то приглашают даже куда-то в правительстве, я не хожу. Сюда все приедут, я, если сюда приедут фильм, здесь пока где посмотрю. Не парцы. Что-то изменилось в вашей деятельности после 24 февраля? Стало сложнее путешествия планировать? Есть ли какое-то особое отношение к россиянам, вот эта культура отмены, так называемая, вы с ним столкнулись? Ну, конечно, сейчас с этим большие сложности, и наши, скажем так, международные проекты на паузе. Мы пока сейчас в режиме подготовки находимся, и очень много всего непонятно. Именно из-за того, что вы из России? Конечно, ну, конечно. То есть, скажем так, ну, наши партнеры там в Англии, в Америке, в Австралии, мы думали, что они путешественники, яхтсмены, а они, оказывается, тоже смотрят телевизор. И если там еще в марте, в апреле как-то были нейтральные комментарии, то там, скажем так, в мае уже мне кажется, что телевизор побеждает нам здравый смысл. Хотя мы всех этих людей, наших партнеров, знаем десятилетиями, да, и они, конечно, там, ну, как-то стараются писать, скажем так, дипломатично нам, но мы понимаем, что, значит, они смотрят телевизор, и телевизор побеждает. Но при этом у нас долгосрочные проекты, то есть, это не проект, какой-то недели. Ну, хорошо, пропустим этот сезон, полетим в следующем сезоне, там, пропустим этот год, значит, пойдем в следующем году. Вот здесь меня только волнует одно, это возраст Федора, он моложе не становится. И у нас планировался кругосветный полет, вот эти два оборота, это был старт в Австралии, это единственное, наверное, место, из которого можно безопасно стартовать. Дело в том, что вокруг света можно лететь либо в северном полушарии, либо в южном. В северном полушарии требуется разрешение от 20 стран, причем очень сложные страны, такие как Китай, там, США, для пролета. В южном полушарии всего 5 стран. Австралия, Новозеландия, Чили, Аргентина, ЮАР. Это все комфортные страны, очень быстро дают разрешение. И Австралия популярная страна для воздухоплавания, потому что там пустыня, пустынная местность, нет больших городов, ты взлетаешь на западном побережье в районе Перта и летишь через всю Австралию, проверяя свой воздушный шар, что все работает штатно. И потом уже начинаешь пересекать Тихий океан. А если что-то пошло не так, у тебя есть возможность приземлиться, у тебя там 3000 километров вот эта пустыня. Поэтому, ну, Австралия считается такой хороший полигон для воздухоплавательных рекордов. Ну, Австралия сейчас не очень пока хорошо относится к россиянам, там, да, и я, насколько я знаю, там визы не выдают и так далее, и так далее. А у нас пилот, Федор Конюхов, с российским удостоверением пилота, соответственно, регистрация тоже в нашей стране. Поэтому будем ждать улучшения. То есть, несмотря на все его заслуги, на то, что его все знают миллион лет, на то, что он такой один. Ну, смотрите, в принципе, отношение неплохое, но у нас же, у наших спортсменов тоже много заслуг, да, почему-то их не допускают на соревнования, снимают соревнования, да, включая наших теннисистов, не допустили в Англию, хотя там заслуги у Медведева и у других наших ребят не меньше, чем у Федора Конюхова. И вроде они, значит, тоже представляют страну с точки зрения спорта, да, как нам раньше всегда говорили, я это помню с детства, спорт вне политики. Вот, прошедший там год или несколько лет показали, что как раз спорт, к сожалению, и спорт, и экспедиционный проект, они оказались в политике, они политизированы, и мы в данном случае не исключение, мы также оказались под ударом, вот, и надо ждать улучшения, скажем так, международной обстановки, а пока делать проекты в нашей стране. Не парцы. Федор Филиппович, а что для вас вообще значит деньги? Да, ну, такие слова, что такое значить, да, ничего не значит, это уже весь мир живет, как вы спрашиваете, что такое значит вера, там, весь мир живет, с верой в Господа Бога, нету на земном шаре неверующих людей, как говорится, часто говорят, мы атеисты, атеисты, это человек ни во что не верующий, а таких нету, понимаете, таких нету, то же самое, весь мир живет, значит, с деньгами, а тут Федор Конюхов, от денег, они есть, говорится, это уже так, одежда, так же, как продукты, так же, как питание, так же, как воздух, дышать, мне нравится ходить в одних, пускай, брюках, одна фуражка, вы, наверное, сколько, сколько ты лет живешь? 25. Ну вот, и я 25 лет ношу свою фуражку, понимаете, и все, зачем я ее буду менять? То же самое, он и думал, зачем мне большой дом, видели? Говорят, здесь кухонька, есть туалет, есть где спать, есть где заниматься искусством, вот мастерская, есть где библиотеки, это библиотечки вот маленькие, это у моего сына, и моя сына, там, где я захожу, и читаю, и пишу книжки, тихо, все, и все, а что мне надо? Есть белочки, где я любуюсь, есть, говорится, лес, где пошел, грибы собираю, так что ты, ты такие высокие материи, будь проще, народ к тебе потянется. На чем вы зарабатываете деньги, Федор Филиппович? Нет, дело, что, видите, я не зарабатываю деньги, потому что я пенсионер, я преподаю современный гуманитарный университет, уже с 1998 года я туда и на пенсию, так, я пишу книги, пишу книги, это же, вот это, что вы смотрите, книга, она 22 или 25, я не знаю, вот последняя, так, пишу книги, занимаюсь наукой, и, а, востокая же, картины, у меня и сейчас идут выставить, у меня 3000 картин, и сейчас, если приедем в Москву, я в Москве только пишу, 22 картины за один раз, ну, вот картины вот такие вот, по 2 метра, по 3, по 4 метра, знаете, я, и, если мне покупаете, ну, году мне, пускай 3, 4, 5 картин покупаете, мне достаточно, а что, зачем тратить, дети, у меня большие, жена у меня, доктор наук, профессор, она работает еще, она тоже на пенсии, но еще работает, да, и преподаете, лекции читаете, да, я, так что, мне надо много, кушать, то, что есть, то я кушаю, здесь, в деревне, все есть, ну, это, и так, если, вот, в Москве у нас 2 комнаты, квартира, 6 тысяч рублей, платим за коммуналки, разве это мы не можем, заплатить, в метро я езжу бесплатно, я пенсионер, что-то кушать, а что кушать, я утром кофеечек попил, кружечка там с печеньем, или с хлебушком, с маслом, белый хлебушек, маслечко, и кофейки, мне хватит, да, в мастерскую прихожу, так же, вечером мы все собрались, что-нибудь покушали, ну, пускай, мы всегда так примерно, и мы не считаем, ну, так примерно, тысяча рублей в день, ну, что такое, за месяц пускай, 30-40 тысяч на продукты. Не форбцы. Что сказать? Я буду пить, в клубку положил дрейф, буду пить кофе. на улице, на улице, на пауле, где камбус сидя, я редко, когда ложусь, так как-то страшно лежать, я больше привык спать сидя, тогда ты долго не можешь спать, хотя у меня есть будильник, пить, коробочки стоять, что боюсь, что не разбить его. Я много сделаю рекорды, был у меня впереди, только Стив Фоссетт, американец, мой друг, я живу на улице Стива Фоссетта, у него было больше всего рекордов в мире, а я шел за ним, сейчас он когда погиб, понятно, что я, кого вы найдете, 25 мировых рекордов, все там, все, там, пускай 4-5 олимпиад, но у меня же рекорды и на собачьих упряжках, и на веслах, и на подпарусах, и на воздушном шаре, пошло-пошло-поехало, да, и на лыжах, да, и играется, но я сделал много, но много я не сделал, я не поднялся на 14 восьмитысячники, меня это очень волнует, так же, как волновалось сейчас, что польский пилот был, как это, полякам мы, то самое, смотрите, вот здесь, вы говорите, наша страна очень большая, очень хороший альпинист, лучше и советские остались, я же при Советском Союзе занимался альпинистом, 19 лет я занимался альпинизмом, да, а никто с наших альпинистов, в том числе и Федор Конюхов, ну я поднялся, я первый человек был, ну в Советском Союзе в России, поднялся на 7 высочайших вершин, а на 14 восьмитысячников мы никто не поднялся, а на сегодняшний день, 2022 год, 35 стран, которые люди из 35 стран, ну альпинисты побыли, побывали на 14 восьмитысячников, с нашей Россией ни один, ну при Советском Союзе понятно, что, ну тогда они не выпускали, ни один, чем можно говорить, и в том числе Федора Конюхова, я не поднялся, ну я потерял время, я бы мог подняться, думаю, да, это связать, 14 лет, в Альпии, когда я поднялся на Верес, потом у нас, мы яхтсмены говорим, там на Клязьме сидят ребята, водочку пьют, и говорят, что мы самые крутые яхтсмены, там ходим на яхте, там в этом, на Киприю, там в Турции, там в Англии, а ни одна яхта, ни один экипаж, не прошли вокруг света за 80 дней вокруг света, а это рекорд за французами, американцами, англичанами, а мы великая страна, не смогли сделать, и еще есть рекорды, те, которые мы, и это тоже моя вина, я не смог это сделать, видите, говорится, вот так идет, ну и ряд, 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 там есть, так что не все можно сделать, давайте вы молодые ребята, надо ставить цели, надо быть патриотом, ну как вот, живет машинка, квартирка, и все, понимаете, ты должен лететь на Луну, высаживаться, на Марс, понимаете, там лететь вокруг света, погружаться в Мариан, да, и в Марианскую упадину, мы, у нас все технологии есть, мы не погрузились на самую глубокую, китайцы погрузились, американцы погрузились, если швейцарцы погрузились, мы не погрузились, а технологии у нас лучше, чем у них, а почему амбиций нет, чтобы мы были первые, помните, так что давайте, ребята, погружайтесь в Марианскую упадину, летите на Луну, на Марс, я молю Господа Бога, думаю, дай бы мне дожить, чтобы русский человек, парень, стал на Луне, понимаете, хотя бы стал, ну, как тогда американцы высадились, хотя бы высадился, понимаете, тоже я мечтаю, чтобы русский погрузился в Марианскую упадину, знаете, а так я, сейчас китайцы втроем погрузились, до этого джемска Мерун, погрузились, до этого американец и швейцарист погрузились, а мы нет, а почему, потому что ваша программа слабоватая, вы вот пянки, гулянки показываете, видите, мы путешественники, а вы не говорите, что вот почему наши... Федор Филиппович, ну, мы сейчас все исправим, да не, не исправим, куда вы сейчас собираетесь, Федор Филиппович? Я не знал, что вы обязательно заказываете, я всегда говорю, когда мне приезжаете, ребятам, как вы называете себя, корреспонденты, я же путешествую, ну, с 15 лет, и там, в 70-х, 80-х годах, 90-х, точно таки, сразу, ваши планы на будущее, кому это надо, зачем это надо, сейчас вы задаете обязательно, мой вопрос, сколько вам за это платить, и когда вы угомонитесь, вот так всегда мне говорят, когда вы угомонитесь, ко мне вот сейчас недавно была женщина, ну, женщина уже лет под 50, она пришла, говорит, из нашей газеты, центральной, и говорит, мне здесь редактор поручил взять у вас, Федор Филиппович, интервью, а я, говорит, испугался, мой папа, я так смутно помню, мой папа, он тоже работал в этой газете, и, говорит, мой папа в 80-х годах брал у вас интервью, приезжал домой, рассказывал, когда там, 1986 год, и рассказал о вас, а сейчас, говорит, папа уже умер, соответственно, я думал, что вы уже давно умерли, а мне послали брать вас интервью, и вот вы так же, а что мои планы на будущее, я сейчас буду поливать деревья, поливать деревья, вечером пойду кормить курочек, голубей своих кормить, пойду белочек кормить, я пенсионер, я получаю пенсию 14 тысяч 300, и у меня деньги пенсионные входят все только на содержание белочек, потому что я покупаю по мешку семечек или орешек, месяц курочек, соответственно, голубей, у меня здесь 750, мы сейчас больше, 750 скворечек, я или сам делаю скворечники, или покупаю скворечники, я покупаю скворечники, там они по 500 рублей за скворечки, я на свою пенсию всегда могу купить 10 штук, всегда могу купить скворечники, и так я вот вижу, здесь за 5 лет у меня 750 скворечников, и это все на пенсионные деньги мои, да, так что, а вы говорите, планы на будущее, вот такие мы планы на будущее. Я про ваш маршрут, который вы собираетесь 30 июля поехать. Да, я сейчас вот летел на параплане, ну, мотопараплане, мы ставили цель побить мировой рекорд по продолжению в воздухе и по дальности, потому что мне было обидно, что поляк в 2018 году он пролетел 427 километров. И смотри, 4 года никто у нас, когда я, а у нас очень много ребята, ну, сильных, когда я говорю, ну, как-то некрасиво, что польский пилот и иметь мировой рекорд. У нас ребята на голову выше польского пилота сразу мне говорят, а зачем это надо, кому это надо, сколько нам заплатить, а нам не хочется, мы лучше будем девочек катать, вот это, знаете, на фестивалях, знаете, говорится, и хорошо, что мой друг Игорь Потапкин согласился, мы с ним объединились и сейчас мы забрали, понимаете, мы пока готовили, рекорд забрали, да, мы пока готовили, мы два года к этому рекорду готовились, то пролетели португальцы, португальцы пролетели 460 уже километров, ну, мы так уже на полях казалось, можно сказать, остановились, но мы потом пролетели, соответственно, 630 километров первый у нас рекорд, а второй 1030 километров, да, Ну, мы закрепили. И когда мы это совершили, я почувствовал, что мы не лучше поляка, мы не лучше португальцев, но просто у нас преимущество. У нас преимущество, преимущество у нас в России. И это, значит, так Богу угодно было и нашим предкам спасибо, что такие просторы. Я думаю, что просто польский пилот воткнулся в границу с Белоруссией, и ему пришлось сесть. Ну, а португальцы вылетели, там, Португалия, Испания, и их в Средиземном море, и они там и остановились. А они хорошие. Но у них нету тех просторов, нам грех. То есть сейчас вот воздухоплаватель, мои друзья, спокойно живут, катают свадьбы, там, катают на день рождения семьи, там, за 4 тысячи рублей и все. А японец пролетел 3,5 тысячи километров, пролетел, понимаете, японец. А у нас, ребята, намного можно дальше пролететь. То же самое, а что это значит? Нету патриотизма, нету амбиций, нету, говорит, даже тщеславия в хорошем смысле, понимаете? В хорошем смысле нету, понимаете? Вот это, вот эти цели настаточные, пускай спортивные, там, научные. Вот то же самое сейчас я улетаю в Антарктиду, мы там будем делать полярную станцию, частную полярную станцию. Мне тоже обидно. У нас есть государственные станции, ну, для ученых. Ну, в других странах, таких как Китай, таких как, там, Урагвай, ну, другие, у них есть еще частные. Не все ученые могут приехать на государственную, ну, которые финансируются государством, полярную станцию и проводить свои научные программы. Ну, там есть лимит людей, пускай, 10 человек, там, 30 обслуживающих, трактористы, электрики, повара, и 10-15 человек, или, там, 20 человек ученых. А полярца не может принять больше. А почему нельзя сделать часто, чтобы те же научные институты, научные университеты, спонсоры, там, или состоятельные люди финансировали ученых? Не, ну, мы сейчас будем делать попытку достичь Северный полюс на мотопараплане, мотопараплане от побережья России, с земли Франции Осипа, до Северного полюса, протяженность 900 километров. Почему мы здесь летели? Когда вылетели с Воронежа и долетели до Гудермес, Чеченской республики, мы пролетели 1030 километров, мы почувствовали, это у нас было как тренировка еще, мы почувствовали, что мы сможем, если правильно подготовиться, и будет хороший старт, ну, это погодные условия, то мы сможем долететь до Северного полюса, соответственно, без посадки. Да, я был в Арктике много, но я знаю ее со льда, и почему Игорь надеется, что если, когда мы приземлимся, там я уже буду, ну, так сказать, командовать, как будем выживать, а в воздухе я надеюсь на Игоря, как он будет, и как особенно приземляться. Я-то в Арктике ходил на лыжах, ходил на корабле, ходил на собачьих упряжках, ну, на Павла не приземлялся, но так вот, вся надежда на Игоря в воздухе, она на леду уже дрейфующем, там будет надежда на миру. Нефорцы. Первая ночь прошла над Тасманским морем, сегодня 15 июня, погода не особенно хорошая, внизу тучи вверху, я иду между ними, это плохо, чем солнечные батареи разрядились. Приготовься к удару, приготовься к удару, удар. Как там, как там Федор? Мать, мать. Благодарю, женщина. Благодарю. А мне, а мне. Благодарю. Мать. Окей, Коля. Мать. Сколько вы еще рассчитываете делать такие путешествия? Федор уже не мальчик. Ну, это правильно вы говорите, мы понимаем, что чему 70 уже плюс лет, вот, плюс два года пандемии, которые поставили на паузу наши большие проекты. У нас сейчас в Англии строится шар для двух оборотов вокруг Земли. То есть, без остановки. Без остановки. Да, Федор один нас облетел за 11 дней, а его предшественники 20 лет назад облетели за 20 дней. И так возникла идея, если люди 20 дней находились в небе, а Федор за 11 дней облетел, почему второй виток не сделать, оказаться в тех же 20 днях. В общем, мы заказали шар, сейчас его изготавливают, но из-за пандемии все это застопорилось. Вот. Тамаран оборудован солнечными батареями российского производства, компания «Хэвелл». Мы его делаем для пересечения Атлантического и Тихого океана. Но в целом, я так понимаю, что Федор хочет пройти кругосветку на солнечной энергии с заходами в порты. То есть, это будет Тихий океан, потом будет Индийский океан, из Австралии в Дубай. Дам дальше, через Средиземное море, хочет выйти в Атлантику, пересечь Атлантический океан и обратно туда прийти в Чили. Поэтому он там проектный несколько лет. Мы понимаем, что по физическим кондициям он, наверное, уже не может такие жесткие проекты выдерживать. Но, допустим, пересечение океана на солнечной энергии, когда технологии работают на человека, а его задача контролировать, чтобы все приборы работали, механизмы работали. То есть, больше такой, скажем, уже контроль, как шкипера-оператора на борту. Поэтому наши акценты смещаются из таких жестких экстремальных проектов, больше высокотехнологичные. Это те рекорды, которые, и те проекты, которые задумывают, Федора и наша команда, их нельзя выполнить так, просто выйти на какой-то деревянной лодке или на надувном матрасе. Это очень сложная задача. Если никто не пересекал, никто не смог пересечь Тихий океан до континента, от Южной Америки до Австралии, значит, почему-то им это не удавалось. И вот когда я говорил про риск-менеджмент и про анализ наших предшественников, мы всегда изучаем, кто ходил, кто пытался сделать и почему не получилось. У кого-то лодка была плохая, у кого-то опыта не хватало, значит, у кого-то бюджет был плохой, слабый, да, и он, соответственно, не смог хорошо подготовиться. Кто-то неправильно рассчитал сезон, это, опять же, его ошибка. То есть вот есть люди, которые стартовали, шли и попадали в эти встречные ветры. Есть люди, которые шли на там, ну, человекопродукты закончились, мы думаем про себя, ну, как так, ты идешь в такой проект, у тебя закончились продукты. Ну, купи там еще на тысячу долларов больше сублимированных продуктов и иди, да, грубо говоря, я имею в виду заранее, да. То есть если человек вышел вот на таком критическом, как говорится, лимите, то понятно, что, ну, он, наверное, не очень все-таки профессионально подошел. Когда Федор стартует, у нас, мы так считаем, что 90-процентная готовность. То есть мы понимаем, что 100-процентная ты никогда не бываешь готов. Океан обязательно на тебя швырнет что-то такое, к чему-то. Поэтому мы готовимся по максимуму, но понимая, что, наверное, все-таки что-то мы не предусмотрели, и это вот есть, наверное, тот форс-мажор и то везение, да, на которое мы рассчитываем. А Федор говорит, с божьей помощью. То есть кто как говорит, кто-то говорит, повезло, а Федор говорит, значит, повезло-то повезло, но я считаю, что это с божьей помощью. Это я настраиваю камеры. У них нет штатива. Я тут елку не привязал. Сейчас буду готовить себя из строганы. Вот эти буду готовить. Толь певшечки. Сущие такие. Существенные. Мой небесный покровитель Федор Стратилат. Великомученик Федора Стратилат. Вот эти проблемы отец и сын, да, там поколение. Они у вас были вот какие-то? У нас их как раз не было, потому что каждый занят своим делом, каждый на своем месте. Вот он не вмешивается в мои дела как менеджера, я, соответственно, не говорю, что ему делать, когда он находится в экспедиции. Мне кажется, этот баланс отношений, ну и плюс у нас взаимнозаинтересованность в результате. У меня есть свои амбиции как менеджера, чтобы проект состоялся и закончился успешно. у него и свои амбиции завершить эту экспедицию, достичь вершины или этого результата. И мне кажется, что мы на своем месте. Если бы я был таким же путешественником, как он, подражал ему, пытался как-то там быстрее пересечь океан или там что-то. Мне кажется, здесь... конкурировал с ним? Да, это было бы не очень хорошо, потому что я был бы... Ну, те, скажем так, задатки, которые есть у него, у меня их нет. Это все-таки человек, рожденный в 51 году после Великой Отечественной войны. То есть, мне кажется, сейчас уже таких людей не делают. Вот если посмотреть на него в 70 лет, что он вытворяет, дай бог, чтобы мы там в 70 лет... А у тебя нет такой идеи там продолжить его дело, вот скитаться, путешествовать, открывать новые места? Нет, потому что вот он в этом себя нашел. Он же не просто скитается, потому что ему делать нечего. Он вообще-то художник. Он все свои экспедиции начал делать в поисках материалов для своих картин. На Чукотке, тогда еще в Советский Союз, в Арктике, а потом дальше, соответственно, уже география расширялась. Вот поэтому он путешествовал за впечатлениями, как художник, но потом, соответственно, уже какие-то спортивные составляющие стали появляться. Напоследок, что-нибудь пожелайте нашим зрителям, вот как в момент такой неопределенности, как сейчас в мире, такого хаоса, как сохранять силы, не бояться, идти вперед? Желаю всем зайти на свой духовный Эверест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!